всем привет хорошо друзья если кто-то из еще кто-то еще не присоединился вы напишите им быстренько что мы уже начали может быть кто-то еще думает что у нас обычно такой эфир он по пятницам и возможно кто-то еще до сих пор не знает что мы собрались сегодня в четверг поэтому не поленитесь напишите свои чаты в свои светильники потому что теперь только вы туда можете писать и и конечно вы можете это быстренько сделать финляндия мы вас приветствуем дорогой финский дар гродно да мы сегодня будем в конце принимать также причастие поэтому за пока присоединяется можете быстренько приготовить у нас сегодня будет бомбическая тема погружения я верю всем сердцем что многие точки над и будут расставлены и также сегодня в конце будет такое высвобождение молитва за один из потрясающих одно из потрясающих проявлений животворящего духа который я хочу чтобы интенсивно явилась проявилась в жизни каждого из нас что это заявление духа я скажу попозже вау флорида с нами привет флорида 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 или флорида спасибо говорят что мы красивые друзья конечно же мы сегодня помолимся и мы будем высвобождать исцеление волечка медведю привет будем высвобождать исцеление но самое главное друзья это явление духа в котором все это происходит является не тление вечная жизнь друзья я понимаю что откровение она течет рекой особенно в последнее время до откровение течет рекой мы тут мы кстати все еще в каунасе мы должны были улететь вчера вечером но у нас тут возникли дела и мы решили отложить на буквально три дня наш были вот поэтому германия встречая нас воскресенье аллилуйя аллилуйя привет запорожье мы тоже вас любят пастыр адвард присоединился друзья конечно откровение течет рекой и честно говоря она будет расширяться и это происходит если честно я вам просто скажу как на самом деле у меня происходит всякое общение с отцом в отце в духе святом меня каждый раз так сильно расширяет я просто иногда даже в растерянности что со всем этим делать но хочу вам сказать друзья что 2022 год земном летоисчислений до что говорят человекообразно мы называем этот год виктория гавайи привет это будет очень особенный год для нас для всех и вообще она ощущается прямо что в атмосфере царя царит это торжество перемен больших друзья звук есть это у вас что-то там вы регулируете потому что мы уже спросили звук есть до литва привет тула привет и что я хочу сказать что нам нужно привыкнуть друзья мои адаптировать всякое откровение в контексте явления друзья мы не насыщаем знаниями знаете вы просто какими-то учением там и глубинами глубин глубин там вы знаете это вообще не является нашей целью у нас есть понимание откровения о том что явление отвечает за все что учить можно много чему но можно много чему но за все отвечает явление меч опыта я так это называем меч опыта вот и поэтому приготовьтесь что наше течение откровения она будет только расширяться нам нужно друзья мои понять что есть учение а есть крещение учение это то что назидают внутренность а крещение это обнаружение себя в реальности ну как вот эти слова есть такие знаете облачиться одеться там креститься то есть погружение которое позволяет тебя обнаруживать себя в этой новой реальности до меч опыта я называю это знаете как вот все споры они решаются мечом опыта разрубаются все узлы вот этих учений споров и так далее то есть на всякое учение нужно просто реагировать так покажите покажите что-нибудь вот что-нибудь покажите привет руслан дорогой привет я вижу тебя о мамочка моя присоединилась мамочка привет так классно когда тебя слушает твоя мама это вообще сразу ты такой наш серьезный нужно не ударить грязь лицом нужно найти фамилию не опозорить друзья хорошо у нас уже больше 500 включений патя пимас амэн друзья вообще творится что-то нереально во первых прошла неделя с тех пор как мы высвободили зрелый виноград и кто не смотрел прошлый пятничный эфир обязательно его посмотрите вот потому что во первых уже за неделю начал сбываться все мои пророчества которые этом высвободил знаете как у кого-то из высвобожденного винограда началось реальное расширение у них там пошли какие-то вещи хорошие кто-то начал транслироваться еще с большим усилием всякую ерунду чтобы привлечь ну как написано учеников увлечь всякими превратными учениями всякой болтовни и это есть и уже делят там и овец кто-то кто-то какие-то на категории разделяют мне слухи долетают я ржу каждый день просто мы соли вот просто серьезно дорогие друзья я просто смеюсь от души каждый день все что сейчас происходит эту неделю все было так предсказуемо так настолько вообще просто до точки понятно вот что мы сейчас просто радуемся тому что знает знаем точно что правильно сделали вот поэтому все что вы видите друзья мы будем вносить конечно некоторую ясность происходящие процессы а то я мне написала куча людей знаете люди начали спрашивать а кто с вами а кто не с вами я думаю что даже в конце сегодняшнего эфира будет многим понятно вообще вот потому что я сегодня много буду говорить за развлечения вот да и по-прежнему я призываю просто друзьям и помимо всех этих каких-то вещей призываю просто слышать голос отца не еще раз не голос глубоких учений там глубоких да не голос каких-то наши учителей потому что учителей много отцов мало должен должен быть голос отца друзья мы вот и поэтому ориентируйтесь на это ориентируйтесь на это это единственное что принесет реальный плод реальную жизнь да вы смеетесь вместе с нами аллилуйя и если масса масса людей масса сынов божьих которые с каким-то даже таким надрывом писали нам что мы с вами там мы все равно вас не бросим друзья я хочу в торжестве просто четко и ясно сказать во первых мы движемся дальше как я уже как и апостол павел и сказал что вот я иду в иерусалим то есть у нас есть очень очень такие найти высшие цели вообще вот по прежнему мы говорим как и апостол павел мы говорим что знаете как стремлюсь почести высшего звания в духе животворящим это явление то есть стремлюсь являть являть аллилуйя да и поэтому все кто все друзья наши все кто хочет что называется двигаться дальше слышь слушайте голос отца идите за видением идите за за голосом отца находитесь в нем аллилуйя да и ни на что не обращайте внимание развивайте свои светильники вы теперь самостоятельно можете это делать расширяться там творить ну что вообще вот и не спешите ничего и равно на себя вешать да впрягаться в какие-то эти в какой-то ажиотаж там знаете что там кто-то что-то учит еще что-то являйте сосредоточьтесь на явлении это здорово и голос отца он всегда будет внутри тебя руководить что тебе делать подсказывать напитывать себя жизни и так далее вот и также за эту неделю у нас такие знаете события происходят вообще удивительно то что в пятницу вода был эфир в субботу уже у нас началось здесь в каунасе аллилуйя все кто сейчас пишет что мы с вами мы вообще очень рады слава отцу что вы здесь вообще кольский дар мурманск молодцы ребята вы крутые вообще вот и у нас на следующий день после пятничного эфира началась конференция в каунасе вы ее все видели кто не видел смотрите обязательно это мощные вещи вообще происходили здесь и конечно кроме проповеди кроме откровения естественно всех как всегда было явление духа и силы буквально к вечеру в субботу зале такая была знать атмосфера да чё 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 спасибо за исцеление слава богу у меня исцелился нос я мучилась с этим два года исцелилась спина после прошлого эфира халлилуйя вот друзья вот знаете это то о чем мы должны постоянно думать эти когда у иисуса спросили ты ли тот либо ждать нам другого он сослался на сверхъестественные вещи ну смотрите что происходит он не сказал смотрите как я вас сейчас научу ни на что не обращать внимание он сказал смотрите как это происходит как все меняется то есть перемены он горит смотрите нищие благовествую до больные ходят там хромые ходят прокаженные очищаются мертвые воскресают вот и сославшись на эти сверхъестественные перемены в жизни людей он сказал из этого вы можете сделать вывод чего это служение вот конечно он бы мог сказать вы знаете я пришел вас научить жить со всем этим не обращать внимание считать себя там песчинкой во вселенной и все и ничего не надо менять ничего вот везде где вы слышите вот такую ерунду это люди расписались в своем бессилии они мы не можем это делать поэтому будем как страус голову в песок и такой я в раю я в раю я в раю друзья я хочу сказать что рай это место управления дым это место наслаждения и управления если ты в раю ты должен чем-то уметь управлять если у тебя если ты на самом деле не ничего от тебя в жизни не зависит у рай у тебя какой-то свой не тот который имелся ввиду на самом деле друзья ладно мы еще к этому вернемся аллилуйя если у вас еще есть друзья свидетельства вы знаете что каждый из них для нас это просто чудо прекрасно спасибо за отзывы спасибо так-так-так-так-так-так аллилуйя ух ух дай аминь вот друзья поэтому давайте я вам расскажу что было да буквально в субботу вечером уже в каунасе здесь на конференции было атмосфера просто на втором собрании я вышел на первый ряд стал и стал ждать чтобы не выходить и вдруг я почувствовал как прямо перед сценой забурлила все я еще говорил это как прямо такое ощущение как ангельская джакузи такое нескончаемое бурление густое такое я почувствовал что на меня как будто на деле что-то это было такое удивительное переживание тяжести давно вам это знакомо вы корифеев явление вот и когда я вышел на сцену то есть я сразу позвал я захотел высвободить это все на людей да и да аминь и я вышел и позвал сразу всех кто нуждается в молитве да ну то есть в исцелении так далее вот и слава была на мне такая чувствовал что я просто подходил к людям некоторых даже не трогал они падали переживали огонь прямо не говорили горит все там да и это служение было одно удовольствие друзья это так здорово когда бурбулятор включился все верно это было так здорово потому что всякий кто служил людям знает что это наслаждение когда тебе не приходится не то что ничего делать а ты прямо чувствуешь на себе что ты можешь делать что хочешь узнать и есть даже состояние такие есть состояние в духе когда ты чувствуешь что ты можешь ничего не делать а есть состояние в духе когда ты можешь делать что хочешь это такое знаете творческий момент что ты можешь так можешь сказать так можешь вот тут люди допишут что даже дома это чувствовались эти волны чувствовалось во всем аминь да и во время эфира мы это было все в прямом эфире тоже поисцелялись люди это так здорово друзья вот это та жизнь которой хочется жить реально и скажу вам дальше все два дня конференции они несли конечно сильный заряд послания нет лений разуме осознание в энергиях сознания и я всем советую друзьям и пересмотреть вообще каунус у нас тоже такой концентрированный всегда получается и прошлые разы эти и мы были очень 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 заряжены и счастливы и друзья конечно мы зачитали некоторые свидетельства и с прямого эфира есть очень классно и какие результаты да и также с конференции да и помолимся вот но прежде еще чем мы помолимся я хочу сказать что я хочу сказать что происходят события друзья мои мы расширяемся реально у нас у меня произошла удивительная встреча я вам как с друзьями просто поделюсь вот практически узнаете буквально с другого вот с конца земли человек пророк божий вы знаете что я вообще такой не сторонник там пророческими услугами пользоваться я их и не искал никогда вышел на меня прямо пророческий человек очень достаточно с известным именем аж из африки там с кейптауна ну на как белокожие да то есть такой европейской там внешности да но живет в кейптауне и представьте друзья такие вещи просто он вообще мало он не говорит по да он практически не знает ничего не о моем служении не вообще там на каком-то движении ему просто сказали мою фамилию предложили связать со мной и он позвонил да мы созвонились это было очень удивительное общение я не буду рассказывать всего наверное поделюсь большими вещами я решил их поделиться именно новый год в тюмени так что всех приглашаю в прямой эфир на тюмень там я буду рассказывать практически вот что произошло у меня появилась от отца дальнейшее понимание да то есть расширение что мне делать как не двигаться и вот этот звонок из кейптауна представьте он меня действительно изумил потому что отец как будто бы все заговорила вокруг меня и вот даже этот человек он знаете как позвонил мне чтобы сказать то что ему отец дал видение приснилось даже некоторые вещи и смотрите что та часть которую я хочу рассказать сегодня это то что первый вопрос который он мне задал это вообще друзья просто огонь вот послушайте меня представьте перед тем как звонить мне хотя мы договорились за неделю еще что он позволит перед тем как звонить мне в ночь перед разговором ему приснился сон и сон был такого плана что он проснулся весь в слезах представьте человек божий пророк проснулся весь в слезах от этого сна и ему снилось отцовство ему приснилось отцовство в таком русле он пережил такие вещи отцовские внутри что плакал он потом он мне сказал говорит знаешь у меня не было отца такого отцовства в жизни в детстве не у меня не было такого отцовства и поэтому говорит меня это привело в слезы такое переживание отцовство во сне и друзья это просто и первый вопрос который он говорит у меня к тебе много вопросов андрей но я хочу задать тебе один вопрос я хочу узнать от тебя кто для тебя бог и это еще до того как он мне этот сон рассказывал и я могу любовь для меня прежде всего отец я могу много его ипостаси назвать много просто я не тот кому не открывалась ничего но говорит лучше я говорю но лучше и самое центральное самое невероятное что открыл открылась и мне открыто так что больше чем это не существует вообще ничего что бог это отец и он когда ему это сказал он так кивал головой гряда и и рассказал мне этот сон я горит сегодня перед разговором с тобой пережил такое отцовство пережил такое отцовство которого у меня в детстве не было я подумал если мы сидели дальше общались и я сижу и думаю вы представляете что мы договорились на этот разговор и отец пришел во сне к этому пророку он этот сон этот сон связал со мной потому что у меня и спросил он хотел удостовериться что это обо мне что это меня касается и спросил кто для меня бог и конечно он попал по адресу потому что я сказал бог это мой отец это говорю я ему рассказал за послание которое я несу я говорю что моя одна из самых центральных задач это открыть сынов а значит открыть людям открыть каждому и всякому что ну имя божье за которое звучит так отец и он да он был очень прям вдохновлен этим и мы дальше говорили уже за наше будущее и друзья мои небесная цивилизация то что мы видели до этого это вообще по сравнению с тем что наступает что начинает расширяться что происходит это даже славным не кажется отец мне сказал во первых рассказать об этом видение на новый год я в тюмени буду об этом говорить все включайтесь я буду реально в новогоднюю ночь делиться это будет связано со следующим годом более того это будет связано с полным перри вообще перезагрузкой если так можно сказать с полным расширением перезагрузкой вообще типажа служения что мы будем делать и второе то что отец не сказал на новый год сделать вам всем подарок у меня будет для вас для всех подарок очень классно я считаю подарок прямо что называется от сердца буду его дарить вот поэтому дорогие наше служение наше наше течение наша вообще трансляция к этому миру вообще каждому человеку это прежде всего отец отец это то имя божье которое охватывает всех людей усыновляя их показывая их открывая их в свете мира сына божьего поэтому дорогие просто грандиозные шаги отца они сотрясают просто мое сердце я как будто в нем иду я слышу все его мысли слышу все его дыхание и и я просто большом предвкушении поэтому я призываю всех небесная цивилизация кто ориентируется именно на то что звучит здесь какая трансляция идет пожалуйста я вас всех прошу не отвлекайтесь не отвлекайтесь на всякую бесплодную ерунду да следуйте вот этим вещам следуйте дыханию отца вот такие дела сейчас я хочу уже потихонечку молиться да и потом мы будем у меня сегодня будет шикарное откровение мы будем погружать в это это откровение связано с властью различать да с властью различать и я верю что даже не просто верю я точно знаю что у многих из вас прямо будет такая я не люблю слова активация но у вас у многих будет проявление явление развлечения вот и все привилегии этого явления я вам буду рассказывать сегодня это реально будет и в освобождении силы огромной просто и многие другие вещи так что приготовьтесь друзья сегодня мы будем торжествовать в силе развлечения вау если даже кто-то не присутствует на эту запись обязательно нужно распространять кстати дорогие друзья просто я хочу сказать в это в дополнение самое лучшее что вы можете делать для того чтобы эта весть эта трансляция расширялась и распространялась делайте репосты да просто берите наше видео и репостите их выставляйте их на своих страницах в своих чатах и посмотрите еще после нового года наши подарки они просто взорвут в интернет пространство я верю в это халлилюя хорошо давайте сейчас внимательно послушаем это одна из причин друзья мои услышите меня я вас прошу одна из причин для чего нужно репостить и распространять видео что мы здесь зачитываем свидетельство вот просто даже человек не знающий почитает какие отец чудеса делает какие исцеления происходят какие явления духа вообще происходит то даже без проповеди только послушав эти свидетельства это уже мощно плюс молитва высвобождающая все эти явления халлилюя итак друзья давайте послушаем ну хочу прежде всего напомнить вам какой был потрясающий эфир прошлую пятницу когда мы сделали этот выпускной было очень много исцелений связанных со зрениями с глазами многие люди стали лучше выглядеть точнее видеть появилась резкость улучшилось улучшилось зрение и также было много свидетельств связанных с исцелением ушей были исцеления отита и гнойного и острова но у нас есть свидетельство открылось ухо которое было абсолютно глухим более 20 лет потом еще два уха которые исцелились не знаю не указывали конкретно какая степень глухоты была но тем не менее было множество исцелений колени и локти в общем наши кости радовались веселились ликовали торжествовали они даже так взыграли да вот поэтому все это тоже благодаря свидетельствам поэтому ты можешь спросить может быть ты недавно подключился и думаешь зачем вот это вот то что делалось когда-то зачем оно вообще для меня но вообще как мы это уже говорили все время да что наше свидетельство это дух пророчества и у отца нет времени и вы это можете даже увидеть когда люди смотрят непрямой эфир идет молитва за какие-то нужды и спустя полгода год несколько месяцев люди слушают их свидетельство и получают свое исцеление потому что ну это ж только вот земное измерение у нас на небесах его абсолютно нет поэтому если ты в своей жизни имеешь какое-то исцеление прямо сейчас транслируя это пусть эти вот вибрации вот как мы когда находились в каунасе первое служение реально прям бурлило было такое ощущение как будто воздух он ну как пузырится вот я понимаю что это это трансляция реально мы транслируем небеса и поэтому особенно когда я буду сейчас зачитывать свидетельство делай это вместе со мной если у тебя есть нужда и ты слышишь такое же свидетельство принимай это в свою жизнь и пусть реально наполнится этим явлением вообще вся небесная цивилизация и все люди особенно люди которые знаешь вот как отец делает многие об этом свидетельствовали как вы о нас узнали просто youtube присылает рекламу точно так же у нас вот есть исцеление одно свидетельство оно почему-то стало самым наверное популярным за вообще как бы за на моей памяти у нас была одна сестричка которая ну очень долго была в церкви уже находилась там с рождения верующая и у нее было такое заболевание как эндометриоз вот и она получила исцеление у нас на небольшом таком поместном служении там вообще немного было людей она пришла плакала у нее абсолютно не было веры у нее разбита была личная жизнь полностью это еще усугубило все это стоял вопрос о удалении там об операциях и все остальное она получала дорогостоящее лечение гормональное ничего не работало и вот на одном из таких исцелений маленьком она получила полное исцеление кроме того я скажу что впоследствии через непродолжительное время она вышла замуж уехала жить в Германию и сейчас она мама чудесного малыша там ему больше годика вот поэтому это свидетельство оно реально оно облетело весь белый свет там наверное у нас я уже не помню сколько тысяч просмотров но смысл в чем через это свидетельство очень многие люди которые не знают нашего отца они обращались за молитву неверующие абсолютно не знающие люди некоторые ну как примкнули к каким-то общинам мы их направляли там где вот у нас есть друзья по городам у нас тогда еще даже не было вот небесной цивилизации этого явления мы просто пристраивали людей как могли кто-то просто получил исцеление остался на том месте но все равно все это было во славу нашего отца поэтому не стесняйтесь вот за то что вот говорил пастырь да делайте репосты обязательно потому что вот таким же самым чудесным образом просто этот не знающий отца нашего человек он услышит и получит освобождение или получит свободу или получит исцеление вот поэтому прежде чем ты зачитаешь вот тут прислали свидетельство шалом свидетельство 27 ноября у меня было обследование Бог исцелил почку от кисты был эфир ваш 26 ноября было слово знания во время эфира что кисты уже кисты уже нет я чувствовала его прикосновения аллилуйя вы знаете киста на почке раз и вот пишет еще человек после воскресного эфира 21 ноября исцелились глаза читаю мелкий шрифт без очков понимаете друзья и вот еще пишет женщина по моему кости просто ликовали у меня разогнулась рука которая 23 года не разгибалась до конца халилюя не смогла разработать после перелома локтя а папочка разогнул друзья вы представляете что такое 23 года не разгибалась киста и в прямом эфире рука рука не разгибалась и разогнулась вау это крыто вообще кстати эта девушка о которой свидетельствовала представьте она еще была у нее все проблемы на фоне несчастной личной жизни вышла замуж переселилась в Германию родила ребеночки мы знаете я просто к чему это повторяю когда она исцелилась и были свидетельства находились религиозные колпаки которые говорили ну исцелилась то исцелилась но деток что-то нету есть и детки друзья относитесь к свидетельствам как к славе Божией а не к предмету ковыряния и исследования тогда и меньше будет вот этих вещей о которых иногда слышишь ой симптом вернулся так если бы это для тебя была слава реально Божия а не предмет колупания глядишь бы и не вернулось ничего а когда когда начинаешь говорить кто согрешил он или родители вот с этого все и начинается выбрасывайте все сомнения друзья свидетельство это слава Божия и представьте что даже вот это свидетельство о котором Оля сейчас говорит оно распространилось в интернете знаете из-за чего вот это называется выставили врага на посмешище видео называлось исцеление эндометриоза и видимо женщины у которых это диагноз они забивали слово эндометриоз забивали диагноз а в ответ получали послание о славе Божией и таким образом отец выставлял на посмешище то есть люди искали что-то о своей болезни а находили что-то о своей славе вот так работают эфиры поэтому если ты услышал здесь какое-то свидетельство например которое тебя впечатлило ты можешь репостнуть его а сверху написать свидетельство об исцелении там чего-то и люди будут просто даже сам поисковик будет выдавать славу Божию так вот еще свидетельство вау хочу засвидетельствовать что исцелена от 12 грыж часто возвращались симптомы но скажу что слушая вас погрузилась в помазание и чудо я уже прозрела что во мне дух животворящий и теперь я свободна вы уточните сестричка ушли ли грыжи да точно и где они были ну если вы говорите что они были мы делаем вывод что их теперь нету подтвердите это так или нет ну что я зачитаю несколько свидетельств которые были именно на этой неделе после эфиров и после просмотра записей хочу поделиться во время эфира у меня стало слышать правое ухо я два года ничего не слышала врачи сказали что вообще не буду слышать а я слышу весь эфир слушала только правым ухом теперь слышу обеими эта сестричка еще писала потом в чат что специально слушала эфир заткнув ухо которое слышала раньше чтобы убедиться что второе ухо слышит самостоятельно и весь эфир просидела правым ухом слышу великая благодарность Андрею и Ольге благодаря тому что они появились в нашей жизни мир изменился в моем разуме благодарим за курсы которые открыли нам отца этого малыша мы ждали долго более 10 лет а появился он благодаря обучению на курсах после прохождения порталов до этого было три эко и все бесполезно мы научились создавать порталы и неотступно молились и произошло чудо потрясающе вообще все работает друзья приветствую всех сынов божьих прохожу курс созерцательной жизни хочу засвидетельствовать при просмотре четвертого урока во время молитвы созерцания пастырь Андрей предложил взять с него он дерево жизни лист исцеления тем у кого онкология и киста а у меня в груди обнаружили кисту мастопатия на тот момент у меня в грудной клетке была тяжесть и после того как я взяла лист и прижала его к груди началось освобождение с кашлем и рвотой вся тяжесть ушла и во рту был привкус пищевой соды в теле начался жар в душе радость и ликование ура вчера вечером дочь забрала сына со школы вот интересная тоже ангельская активность забрала сына со школы и ехали домой а накануне два дня шел дождь а к вечеру пять морозов все замерзло у машины резина летняя подымаясь в горку колеса стали скользить и катиться назад а вокруг припаркованные машины и ничего не видно дочь прям взмолилась приказала шипам быть на колесах и ангелом сопровождать ее откуда то ни возьмись взялись два человека и помогли ей управлять подкатывая пока она не выехала вверх она открыла дверь чтобы поблагодарить их а там никого нету ух ты интересно очень да вот потрясающе вчера прислали мне тоже свидетельство была это вот мне прислали так я не сохранила это два месяца назад было точнее не два месяца а август была онкология с результатами обследования так матка была здорова на левом яичнике УЗИ показала кисту и онкомаркер не очень хорош врачи предложили операцию я предложила что через два месяца пройдусь с новыми обследованиями и врач согласился но попросил не тянуть и я верю что исцелена потому что слушая эфир 27 августа я увидела себя совершенно здоровой и приняла полное исцеление женских органов а еще я слушаю все молитвы где пастор Андрей молится за исцеление женских органов прошу еще поддержать меня в молитве и поддержать купальни в потоке и вот вчера сестричка мне прислала здравствуйте Оля спасибо огромное за молитвы спасибо за то что вы есть что открыли мои глаза на сыновство я вторично прошла обследование и аллилуйя диагноз абсолютно здорово радости нет конца слава и хвала Иисусу и Папу после уединения в Тюмени ушла гипертония да я так понял что ты не прослушала это сообщение про гипертонию сразу у человека исцеление от онкологии произошло уже временем проверено Олечка ты же зачитала слава отцу я просто надо повосторгаться я в восторге вообще в святом шоке от того что отец делает ну просто я эти свидетельства уже читал не один раз поэтому я думаю что классно что наши слушатели это слышат вы представляете друзья у кого есть какие-то там образования принимайте свое исцеление уже временем проверено следующее свидетельство отец такой отец распаковывает подарки подарок номер один 1 декабря сижу на берегу индийского океана на острове и кушаю и порядок подарок номер два тридцатого тридцать первого декабря первого второго и третьего января я буду вместе со всеми в тюмени на торжестве индийский океан это походу мальдивы Шириланка дорогие первым вам свидетельствую о том что вчера во время нашего течения когда мы молились у женщины у которой болело ухо она резко начало стрелять и она получила исцеление это наши пирожочки уже так используют свои навыки круто так дорогие небесные во время казахского эфира это было уже больше месяцев назад пастор Андрей молился за меня против онкологии печени и позвоночника и во время молитвы боль в шейном отделе ушла и я свидетельствовала так как ждала результатов анализа сейчас пришли результаты и прогресс развитие карциномы остановлен врачи сказали что онкомаркеры в норме состояние в печени в норме аллилуйя это значит что после молитвы все включено и все работает аллилуйя аллилуйя это мощно вообще ну вот вообще старинное свидетельство старинное свидетельство славы божьей дорогие на глобальном интенсиве где Андрей с Олей сидели в капсуле в аэропорту Шереметьево помнишь? пастор молился и высвобождал квартиры во время молитвы я жала в кулаке будущее ключи от квартиры и физически их ощутила и Андрей добавил что вопрос решится в ближайшие пару месяцев и вот с июля месяца мы с мужем уже живем с начала ноября в своей собственной квартире мы думали жить в Минске в съемной а вот теперь все перевернулось и мы переехали совершенно в другой город но свою мы о ней раньше не знали но возможность появилась в нужный момент вау это круто в квартирке друзья у нас есть помазание на высвобождение квартир жилья так что смотрите друзья я дочитаю это свидетельство после уединения в Тюмени ушла гипертония исцелился тазобедренный сустав спасибо что дописали а то я вижу что там не закончено было мощно о Камим привет тоже интересное свидетельство пишет сразу нужда прошу поддержать в молитве мы продаем дом и вылезла какая-то ошибка в регистрационном учете вместо одного номера выходит другой целых три банк этот документ не принимает кредит у покупателя а реестр не хочет исправлять так как считает это ошибкой и ссылается на какой-то там закон и круг замкнулся мы переезжаем уже все вещи отправили сидим в пустом доме мы написали что мы помолимся и вот пришло свидетельство здравствуйте спасибо огромное за поддержку вчера было просто в шоке а сегодня снова подали заявление на исправление ошибок реестр очень любезно объяснил что нужно правильно оформить заявку и ответ уже готов и можно оформлять продажу славный день наконец-то и я могу могу написать свидетельство сегодня дело делала дела и заехала наконец ну кому-то там в гости ночью случилось то чего не захочет ни одна мама на свете у меня закончилось молоко в груди а Габриэла выпила все и не наелась она кричала а я плакала от безысходности начала молиться и услышала что мне не надо расстраиваться у меня все есть я успокоилась сразу включила видео божья роскошь в безумных обертках не помню посмотрела ли все видео может заснула может не знаю сначала видео была молитва за исцеление путей и я начала хватать все это и применять к себе провозглашала что я источник из меня текут молочные реки и также забрала исцеление мочи половой системы Итог меня просто залило молоком так что вся одежда была мокрая и небольшое недержание мочи которое началось после родов когда я не могла дойти до туалета полностью прошло я помню это свидетельство это молодая девушка недавно родила и приставьте друзья когда ты понимаешь что в молочной реке это ты да это вот тоже несколько свидетельств просто под эфирами люди которые смотрели в повторе не во время прямой трансляции во время молитвы перестала болеть левое колено наполнилось радостью вы просто источник и бальзам для наших сердец вы молились за финансы в частности за карточки и мне на карточку пришли деньги боли в пояснице утихли несколько ночей подряд от них не могла спать теперь полное исцеление все впечатлили молочные реки да друзья вы же аккуратно чтобы не было чего да чтобы не было молочные реки они нужны в свое время и в своем месте доброе время суток хочу особую благодарность сказать молитвенным ходатайям просила молиться за мою внучку ей всего 2 месяца она попала в реанимацию с пневмонией из-за халатности врачей но наш врач не дремлет врач с большой буквы понятно о ком речь и молитвенные воины тоже да они быстро и она быстро пошла на поправку как только я попросила за нее молитву хотя реаниматолог сказал что прогноз 50 на 50 теперь моя внучка дома и мы все радуемся славе Божией за сутки произошли колоссальные изменения мощь так 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 Малочка зачитывает таки мое свидетельство. Я такая, что? Это же про меня. Спасибо, отец. Как я вчера не могла это услышать? Вроде же смотрела внимательно. Также в прямом эфире Андрей молился за исцеление кист, а мне поставили диагноз киста молочной железы. И я чувствую, как будто что-то вытекло из груди. Посмотрела и правда вытекла какая-то жидкость. Подумала, какая сила через Андрея идет. Сегодня смотрю опять записи и слышу, что Андрей говорит, что увидел, что киста ушла, и это сопровождается явными проявлениями. Возможно, у вас что-то вытекло. Я вчера в прямом эфире этих слов не услышала, а сегодня записи как будто уши открылись, и я все услышала. Представляете? Я помню этот момент, я когда молился, я увидел, что как будто киста, она как или лопается, или что-то, или выходит жидкостью из человека. И вот представьте, я произнес это вслух, и у женщины именно так и произошло. Киста ушла именно течением жидкости. Главное, что первый раз она не слышала ничего, второй раз тоже не услышала подробностей, только вот спустя. Представляете, как может быть? Следующее свидетельство длинное, я не буду вам его зачитывать, скажу своими словами. Это свидетельство Ольги, сестры. Она говорит, что в июле 2020 года поставили диагноз остеопороз и назначили ряд уколов очень дорогих. После чего она сделала первый укол. Врачи сказали, что три дня будет недомогание, но ее колбасило целый месяц. Ее уговорили на второй, но у нее было как будто понимание, что не нужно этого делать, что что-то с самим препаратом. Говорит, как будто Дух Святой ее останавливал, но она закрыла на это глаза. Иногда мы это делаем. К сожалению, ей сделали этот второй укол, и у нее реально начались, ну, реально какие-то поломки в организме, обсыпало язык там белым налетом. И в итоге ей было очень-очень плохо, она лежала просто пластом. Когда пошла, сдала анализы, оказалось, что у нее тяжелые металлы в крови, там, ну, запредельно высоких норм. Вот, ну, значит, ей ввели какой-то некачественный препарат. И с нашими молитвенниками они как вернулись, у них сделали такой опыт, как будто они вернулись в то время и запретили врачу вкалывать этот препарат. Уже на следующий день наша сестричка была как огурчик. Так что, власть над временем, Семьи Божьей, это наша тема. Следующее свидетельство тоже очень интересное. Это свидетельство тоже уже давнее. Из Чехии еще. У нас в Чехии была одна сестричка, в которой поставили рак на тот момент, когда она приехала. Уже он очень сильно навредил ее организму. Все уже привело к тому, что она была в инвалидной коляске. Ей удалили одну ногу. И врачи сказали, что там речь идет на дни буквально. Душать не мог. Да, но сестра все равно выбрала поехать на уединение. И очень хорошая динамика. Она до сих пор жива, слава Богу. И не просто жива, а животворит. Да, у нее, насколько я понял, ушли с легких проблем. Да, да, да. Она стала дышать хорошо. То есть реально очень хорошая динамика началась. Следующее свидетельство тоже финансовое. Пришла возможность просто приобретения собственного жилья. Много лет не продавалась недвижимость. И вот после молитвы, когда пастырь молился на не очень хорошем качестве, признаюсь, это я снимала на свой телефон. Но просто не могла вас оставить без этой молитвы. Она реально потрясающая. В Казахстане молились за финансы и высвобождали. И вот после этой молитвы продался дом, который не продавался очень длительное время. И появилась возможность, дом в деревне заброшенной. И пришла возможность приобрести квартиру хорошую в городе. И вот это произошло после молитвы. А это молитва получается, это благословенный без если, по-моему, да? Да, да, да. Называется видео «Благословенный без если». Я помню, что там было сильнейшее помазание на именно жилищные вопросы. Найдите в YouTube у меня на канале «Благословенный без если». Все, кому нужно жилье, квартиры. Там качество записи не очень. Я ее просто снимала для себя. Это любительская запись. Но вкушайте помазание. Слушивайте, что я там говорю и принимайте на себя. Это будет для вас. Через наушники нормально слышно. Я просто не могла с вами не поделиться. Там потрясающая молитва на самом деле. Так. Дорогие сыны Божьи, хочу вам засвидетельствовать. С небесной цивилизацией мы молились за мужа, который имел аварию на автобусе. Ему грозили плохие последствия. Вчера пришло решение суда. Ему дали испытательный срок на 12 месяцев. Что если ничего не произойдет в течение 2 месяца, то все аннулируется. И это чудо. Чудо. Мужу грозило отнятие водительских прав всех категорий, отнятие свободы на 2 года и большая денежная покута за ущерб на здоровье женщины, которая сломала ногу. Сот исследовал дело мужа, и закон был на стороне мужа. Страховка все полностью покрылась. Сестра пишет, что это огромное чудо, потому что таких прогнозов ни у кого не было. Слуховаться вообще. Тоже свидетельство, проверенное временем. Еще с уединения Тюмени. На третий день уединения взяла с собой дочку. Она шла в очереди, где молился Андрей Солин. До этого у нее на обеих ладошках слазила кожа. Были раны на пальцах. И уже к вечеру все прошло. Спустя 6 дней новая розовая кожа на ручках. Вот еще кто-то пишет. У меня тоже продался дом. Я даже не приложил никакого усилия. Ну, все решается, друзья. Я советую. Да, эта молитва была в Алма-Ате. Ну, я на каждом торжестве, на каждом уединении высвобождаю. Там и по жилью все. Вот у нас в Тюмени тоже сильная молитва за это была. Так, еще кто-то пишет. В Раменском высвобождалось финансовое помазание. Мы еще не отъехали от Раменского. Как мне позвонили, что по приезду сразу будет работа. А до этого две недели вообще работы не было. Кроме того, сегодня что-то там дописывайте еще. Дописывайте. Так, это тоже с этой пятницы свидетельство. Вчера вечером после еды стало очень-очень плохо. Я даже не могла стоять на ногах. Включила эфир в записи. И когда пастырь молился, я получила абсолютное исцеление и восстановление тотчас и сразу. Класс, класс. Тоже пятничный эфир. Это было просто невероятно. Во время пятничного эфира моя грудная клетка полностью исцелилась. Я пересматриваю эфир вновь и вновь. А что там было в грудной клетке? Не написано. Друзья, более уточняйте, что произошло. Я хочу поделиться свидетельством. Я молилась за своего мужа 15 лет. Сперва тоже думала, что не так. Работала над собой. Все это ерунда. А когда я реально погрузилась в отца, в его любовь и в учение, я стала счастливой от того, что любима папой. И тогда и появился в моей жизни мой муж. Сейчас мне 56 лет. Я вышла замуж. И молюсь за вас, чтобы вы обрели истинное счастье. Болела левое плечо. Я с этой болью уже свыклась и приняла ее. Похоже было на бурсит. Вроде успокаивается на время, но стоит простыть или поработать руками, то воспаление дает о себе сразу знать. После уединения я приняла полное исцеление бурсита, исцеление внутренних и органов, потяжку брюшной полости пришло это слово знание. К врачам не хожу уже много лет. И для меня стало удивлением слово ожило внутри меня, что мое тело для духа, а не для пищи. Я стала забывать есть физически, хотя раньше завтрак входил в обязанность. Если не пообедать, то вечером обязательно съешь в два-три раза больше. В общем, мучение одно. Время и контроль над собой, советы другим. Но пришла свобода, и тем самым много свободного времени появилось для другой еды, более вкусной, духовной. Я просто в восторге от наслаждения. И исцеление отношений с мамой произошло. Еще несколько свидетельств мы послушаем, уже молитва приближается. Друзья, я вас сейчас всех призываю, кто меня слышит, не пишите нужды. Я вижу, что кто-то уже несколько раз одно и то же пишет. Не пишите нужды. Все, что вам нужно делать сейчас, это принять на свой разум пророческое помазание. Свидетельство Иисусова. Свидетельство животворящего духа. Это предсказание твоего чуда. Поэтому сейчас тебе нужно слушать свидетельство. И принимать факт, что это с тобой. Что все нетление, сила, исцеление происходит с тобой. Со всеми твоими вопросами. Ты пока просто набираешь этот текст или его вбиваешь. Ты пропускаешь все мимо ушей, друг мой. Пожалуйста. Поэтому сейчас давайте все будем слушать. Если свидетельство, да, можете писать. Но нужды сейчас не пишите. Не созерцайте нужды. Созерцайте славу Божью. Она любит. Она любит. Так. Это свидетельство, проверенное временем. У меня в груди было уплотнение, которое болело. Я осознанно об этом никому не говорила. Игнорировала. Не соглашалась с болью. Принимала причастие. Но иногда страх все же подкрадывался. И я бежала к причастию. В один из каких-то моментов мне стало просто не по себе. После того, как это уплотнение стало заметно в зеркале. И я все-таки решилась рассказать только одному человеку. Он взял меня в молитву. Прошло время. Дотрагиваюсь и не могу поверить. Не знаю, в какой момент, но это все ушло. Вау. Круто, да? Очень круто. Последнюю зачитаю. Хочу поделиться свидетельством. У моего сыночка на лице были папилломы. На левой стороне лба до десяти штук. Он постоянно их сдирал. И от этого они становились еще больше. Мы говорили, чтобы они засохли. Я стала проходить курсы и забыла за эти папилломы. У сыночка выросли волосы. И челка закрывала лоб. На днях Дух Святой напомнил мне и проговорил, чтобы я посмотрела их. И я поняла, что давно не приглядывалась на его лицо. Позвала его, посмотрела. А там чисто. Ни одной папилломы. Огонь. Вот такой вот наш папочка. Нам уже сейчас пишут, что ладони в золоте. Уже там елею во рту. Там помазано все. Конечно, друзья. Но вот это и есть проявление, явление. Еще бы я хотела вас попросить, родные. После того, как мы вышли из всех поместных светильников, нам стало не так просто собирать. Видите, свидетельств достаточно. Но раньше было проще по чатам их собирать. Поэтому я теперь прошу вас, чтобы вы писали конкретно в небесную цивилизацию или добавились в чат чудеса и чат свидетельства в Телеграме. Хорошо? Это нужно для всех нас. Пишите в наши глобальные чаты свидетельства. Это небесная цивилизация, курсы. Вот в такие чаты, национальные чаты. То есть не только в поместные свои светильнички. Пишите в глобальные чаты, чтобы как можно больше людей их прочитало. И мы могли их озвучить также в прямом эфире, чтобы отец славился. Да. Ну и мы же делаем ролики из этих свидетельств. Многочасовые просто там, где идут свидетельства друг за другом для наших людей. Я хотел бы, чтобы ты еще немножко за Каунасские свидетельства сказала. Какие у нас были там? Да, в Каунасе у нас была одна сестричка. Знаете, есть такой синдром неудач каких-то, да? Когда ты постоянно вступаешь на один гвоздь, который находится среди сотен досок. Ты выберешь именно ту, где торчит этот гвоздь. И много-много таких вот всяких череда не очень приятных событий. И вот была одна сестричка, она, ну, тоже у нее хватает таких, у нее очень много исцелений, очень много свидетельств. Но вот продолжается этот момент. И вот на втором, по-моему, собрании она получила свободу. Она говорила, реально от нее отошел этот дух смерти. Она почувствовала очень сильное облегчение, прям так, ну, она реально летала. Была сестричка, они вообще только вот буквально пришли недавно. Парень и девушка, у него точно был суицидальный дух, попытки суицида. У нее тоже были какие-то вопросы. Их очень сильно Дух Святой коснулся. Мальчик стоял сзади на последних рядах, пастырь молился, и он просто рухнул замертво под силой. И вот свалился. Просто вот свалился. У нее начались проявления очень сильные. Она не понимала вообще, ну, природу этого всего, что с ней происходит. Но ее, ну, так трусило. Я когда молилась, положила ей на грудную клетку руку. У меня рука вот реально вот просто вот ходуном ходила, и она тоже получила свободу через слезы. У нас было в первый же самый день, была сестричка, которая тоже там с последних сил приехала. Ее должны были госпитализировать. Была какая-то серьезная проблема. Она еще не обследовалась с поджелудочной железой, дикие боли. Во время молитвы на первом служении, после него мы с ней встретились в коридоре, и она засвидетельствовала о том, что боль абсолютно прошла. И на следующий день подтвердила. И на следующий день подтвердила, да. Какая счастливая была вообще. Также были свидетельства исцеления костей, спина, локоть, плечо. И меня очень сильно впечатлило, мы уже приезжаем, или третий, или четвертый раз, именно сюда, да, к полянке с Альбертом, в церковь. И здесь была такая, есть сестричка такая, ну, взрослая, и, ну, знаете, такая очень строгая, очень серьезная. Не видели мы на ее лице ни улыбки, а пастырь же, вы знаете, он любит вводить торжество, чтобы танцы были, все эти проявления радости. Она всегда стояла, ну, очень ограниченно вела себя, не хлопала, не топала, ничего. Смысл в чем? В общем, после воскресного собрания я с ней встретилась на кухне, и она реально, она просто сияла, она улыбалась, она полезла обниматься, то есть она на самом деле всегда дистанцировалась. Она полезла обниматься, и после нас было служение еврейской какой-то общины с танцами, она осталась на танце, а танцевать она начала уже вот когда было прославление на нашем торжестве. То есть она получила реальную свободу вот от этой скованности, и даже вот мы встречались с командой в понедельник, и они все свидетельствовали о том, что она очень сильно поменялась. Это, ну, это разительно переменно. И знаете, когда человек, он все время такой, ну, держит себя, там, смиряет, я не знаю, как это можно назвать. И когда он открывается, когда он становится таким легким, улыбчивым, он реально молодеет на десятку лет точно. То есть эта сестра, она просто, ну, колоссально изменилась. Мне понравилось, что она, про нее говорили так, что вот там хлопать или петь или танцевать, это вообще не про нее. И это невозможно было изменить годами. И на третьем собрании на нашем она уже пела и танцевала. Более того, после нашего собрания там еще собиралась еврейская община, ты говорил, да? И когда, вот мне когда сказали, вы поймите, они собирались, что именно танцевать. Да, это чисто танцевальная история. Танцевая там без всяких проповедей, без ничего. И она, когда захотела остаться, я даже сам не мог вообще вот реально в таком изумлении быть. Все были в реальном изумлении. Все просто говорят, мы ее знаем много лет, но это что-то. Друзья, крестить в торжество, это наша тема, это наше чудо, просто наше, ну, как помазание, наша атмосфера, наша слава. Крестить в торжество, крестить в отца, крестить в нетление, друзья. Крестить – это открыть реальность, в которой мы живем, которая дана, которая свершилась. Это не значит, что мы куда-то кого-то погружаем, перетягиваем. Мы открываем глаза, и человек видит, знаете, как благодать умножается в познании. Вот сестричка еще пишет, что ночью был приступ в груди и со спины, чтобы не разбудить дочь, я смеялась чуть ли не шепотом, и приступ прошел. Друзья, просто, как говорится, все, что приводит, все, что восстает, распадается просто от истины, что Господь, он посмеется. Аллилуйя! Итак, друзья, мы уже готовы высвобождать явление Духа и силы. Я хочу, прежде чем мы сейчас будем это делать, сказать одну вещь, друзья. Не концентрируйтесь сейчас на исцелении вообще. Просто отдайтесь явлению. Согласитесь возлюбить явление. Нам нужно не явление исцеления, а явление Духа и силы, несущее в себе всю благодать. Халлилуйя! Пойми, мой друг, что, как мы говорили в теме проникления, оно течет само в тебе. Все законы восстановления и славы твоего тела заложены в тебе. Все, что тебе нужно, мой друг, это понять и почувствовать, что это движется внутри тебя. Я буду называть, конечно, исцеление. Я уже чувствую, что я сегодня буду высвобождать опять против кист, опухолей, рака. И вообще вот эти все освобождения от онкологии, это становится все больше просто нашей темой обычной, потоковой. Халлилуйя! Халлилуйя! Мам, Господи, Господи, что потеря памяти восстановилась. Мама исцелилась по молитве, сестричка. Халлилуйя! Итак, друзья, сейчас нужно принимать явление Духа, возлюбить явление Духа, явление силы. Я уже чувствую, как тяжесть славы Его, она производится, потому что ты сейчас смотришь на невидимое. Отец, я благодарю тебя. Отец, я благодарю тебя. Отец, я высвобождаю Твое помазание прямо сейчас на каждого, в чьи уши входят мои слова. Отец, Твое вечность, божество и сила, видимы сейчас, когда мы смотрим на невидимое. Тяжесть Твоей славы, она производится в каждом теле сейчас. Ты можешь чувствовать, как прямо тело начинает распирать от помазания. Это явление Духа и силы. Животворящий Дух, Он течет в тебе. Кости начинают оживать, напитываемые Духом славы, этой животворящей силой. Отец, я благодарю тебя, что жизнь вечная, она сейчас проявляется. Сила воскресения, нетление проявляется в теле прямо сейчас. Зубы растут. Зубы просто появляются, растут быстро, тотчас. Корни зарождаются. Зубы формируются. Благодарю тебя, Отец. Я преломляю сейчас это явление Духа. Явление Духа. Ты можешь чувствовать сейчас, как слава, она изнутри начинает наполнять Твое тело. Я скажу несколько мгновений, и я скажу, когда можно будет проверить, что болезнь ушла, что боль ушла. Но сейчас думать только о явлении. Явлении. Отец. Я благодарю тебя за явление силы и славы Твоей. В исцелениях и чудесах. Прямо сейчас у кого-то появляются зубы. И мы хотим знать, если у тебя появился зуб или зубы, обязательно напиши это. Еще несколько мгновений. Переживай сейчас. Ты можешь чувствовать, во рту прямо движение пошло. Даже как будто заболели десны. Болеть начали. Это режутся Твои зубы. Аллилуйя. Вау. Я такого еще никогда не говорил. Отец, я благодарю Тебя за это явление. Печень исцеляется прямо сейчас. У кого-то цирроз или гепатит, что-то с печенью связано. Цирроз или гепатит, конкретно это с печенью связано. Отец, я благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Сейчас прямо в эфире смотрит человек. У вас все еще зависимость от наркотиков. Будьте свободны во имя Иисуса. Вау. Я чувствую, когда я это говорю сейчас, вы можете переживать. Это движение внутри. Я как будто вижу, как рыдает какой-то человек сейчас. Зависимость уходит. Просто наркотическая зависимость уходит полностью. Отец, я благодарю Тебя за Твое явление, что великая сила сопровождает свидетельство воскресения Духа Животворящего. Аллилуйя. Слава, 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 слава сейчас. Отец, Твоя слава является. Друзья, сейчас самое главное, это просто чувствовать, как течет слава в теле. Еще несколько мгновений, начнутся свидетельства. Вы будете видеть, как поуходили боли, дисфункции. Я высвобождаю сейчас новые органы везде, где в этом есть необходимость. Легко и просто, легко и просто помазание славы Божьей производит, как в очереве беременной, кости, тканей, нервное соединение. Мозг исцеляется сейчас. Я вижу пораженный мозг, он выглядит как такая, как будто губка такая с дырками. Я вижу, как сейчас происходит это восстановление. Кто-то может чувствовать прямо в голове сейчас, налилась голова, как будто кровью сильно. Это ваше исцеление. Аллилуйя. Когда ты чувствуешь, как это течет в теле, это значит, что физически, я хочу, чтобы ты физически это чувствовал. Это значит, что прямо физически ты можешь чувствовать, как твое исцеление движется по тебе. Отец, я благодарю тебя. Исцеляющая сила наполняет тело сейчас. Боль уходит. Давление уходит. Кости восстанавливаются. Прямо сейчас разгибаются руки, ноги, так, как это невозможно было раньше. Соли, шлаки, камни. Вон из организма. Полностью. Помазание напитывает суставы, кости, ткани, глаза, уши. Еще немножечко. Отец, я благодарю тебя. Сильное помазание прямо течет через тебя. Все, можете, друзья, уже начинать пробовать, прямо пробовать, вкушать свое исцеление. Я вижу, сейчас произошли исцеления. Халлилуйя. Халлилуйя. Кто-то пишет, у меня в голове как будто узлы какие-то развязывают. Да, 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 да. Друзья, сейчас можете потихонечку уже начинать писать, что у кого произошло. Мы благодарим тебя, Отец. Мы продолжаем это течение. Сейчас еще, еще, еще будут умножаться. Божьи свидетельства. Отец, я благодарю тебя. Я вот прямо сейчас вижу, как будто есть люди, которые первый раз вообще в эфире. Первый раз вы в эфире, первый раз вы смотрите нас. Принимайте ваше исцеление. Помазание. Скажи со мной сейчас это. Помазание. Явление. Животворящего Духа. Халлилуйя. Я вижу, как у многих людей сейчас уходили боли. Можете уже начинать свидетельствовать. Седалищный нерв перестал болеть. Аминь, аминь, аминь. Халлилуйя. Отец, я благодарю тебя. Благодарю тебя. Благодарю тебя. Высвобождаю на позвоночник сейчас помазание. Вижу, как посередине позвоночника уходит боль какая-то. Халлилуйя. Спасибо, Отец. Спасибо, спасибо, спасибо. Халлилуйя. Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе, Отец. Я вижу, как прямо от престола благодать. Исходят молнии на всякое поражение. Какое-то поражение связано с рукой, предплечье, какая-то боль, что-то с костью связано. Прямо сейчас Отец уничтожает всё это. Также я видела какие-то поражения в области лицевых костей. Не знаю, что там случилось. Отец, Отец восстанавливает вас. И также что-то связано с нервами на лице. То есть какая-то была либо асимметрия какая-то, либо что-то вот такое. Вы прямо физически пережили, как ушло это, как расслабилось ваше лицо, мышцы. Всё приходит в норму во имя Иисуса. Халлилуйя. Всякие образования, особенно по-женски. Кисты, миомы, фибромиомы в груди. Прямо сейчас вы можете пережить этот жар. Это всё растворяется, уходит, исчезает, тотчас, легко, само. Халлилуйя. Спасибо тебе, Отец. Есть переживания. Я впервые пережил такую любовь отца, как сейчас. Вау. Зрение стало лучше, чёртче и яснее. Я ещё не была такой пьяный. Халлилуйя. Зубная боль ушла. Вау. Точно в зубах движение пошло, друзья. Боль ушла, а значит зубы растут. Пальчики на стопах стали сгибаться без боли. Халлилуйя. Яркий свет пошёл в голове. А так четвёртый день сильно голова болела. Ушла боль из шейного отдела позвоночника. Я расту, внутри меня распирает. Боль в плече ушла. Халлилуйя. Ещё переживаю его любовь. У меня тоже всегда личный нерв перестал ныть. Халлилуйя. Друзья мои, исцеление, как явление духа, продолжает течь сейчас. Я ещё вижу сегодня, друзья, ещё несколько мгновений я буду высвобождать помазание, от которого распадается ермо рака. Ермо онкологии. Халлилуйя. 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 Друзья, всё, что я читаю, это вот и есть явление духа. И это продолжается. Находитесь в этом. Елей на ладонях. Также видела освобождение какого-то мужчины от алкозависимости. Алкозависимости. Халлилуйя. Итак, принимайте, друзья, сейчас помазание. Просто принимайте его течение внутри. Матка исцеляется сейчас. Матка, женские органы. Ладони горят. Ушла боль в спине. Голова стала тяжёлой, как губка. Впитываю тяжёлое масло. После этого пастор высвободил слово об этом состоянии. Тяжесть приятно пустилась с мозга на тело. Халлилуйя. Переживаю папину любовь. Горять руки. Халлилуйя. Так, это про мужа. У него перелом бедра. Постоянно ходил с костылём. Сейчас ходит без костыля. Пошёл без костылей. Или я правильно понимаю? Да. Халлилуйя. Класс. Кто-то костыля оставил. Мне это нравится. Халлилуйя. Аромат Божьего присутствия. Друзья, сейчас ещё придёт волна. Исцеление. Хруст ушёл из плеча. Халлилуйя. Ещё, 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 ещё. Отец, сила течёт. Вот, друзья, пошло. Сила течёт. От помазания распадается ермо прямо сейчас в теле. Я вижу сейчас течение, как вихрь такой. Прошла боль в руках. Жар во всём теле. Когда принимал явление Духа, ходил без костылей. У меня от радости, я от радости плахаю. Вау. Как это мощно. Отец, я благодарю тебя. Помазание движется в теле сейчас. Ушла боль в желудки, поджелудочные печени. Спина не болит. Ура. Халлилуйя. Вся горюсная головы. Потрясающе. Руки в блёстках. У меня его ребёнка. Ху. Смеюсь затем плачу от радости. Халлилуйя, друзья. Ещё, ещё. Я чувствую сейчас, мне как будто расширение такое, да? Приходит помазание. Я сейчас жду. Жду. Я чувствую, как это подступает. Я уверен, что сегодня снова будут исчезать кисты. Я чувствую, прямо будут исчезать кисты. Папилоны будут тоже сегодня. Папилоны, кисты. Вот это всё, всё, что лишнее в теле. Итак, Отец, я благодарю тебя. Я вижу чистое тело. Без папилонов, без кистов, без наростов. Аллилуйя. 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 Кисты уходят. Кисты уходят. Опухоли уходят. Метастазы уходят. Прямо сейчас исчезают эти декорации болезней. Симптомы. Вся ложь. Сейчас, когда я это говорю, как только ты почувствовал. Как только ты почувствовал в теле, именно в теле. Движение, помазание, какое-то онемение, тепло, электричество. Тут же проверяет своё тело. Ты уже здоров. Полностью симптомы ушли. Я сейчас вижу, как исчезают кисты и опухоли. Наросты. Проверяй их там, где было образование. Уже его нет. Нет никакого образования уже. Прямо сейчас уходит, прямо под твоей рукой. Отец, я благодарю тебя за это течение. Дух Святой проходит через тебя сейчас, мой друг. Прямо помазание течёт через тебя. Я благодарю тебя, Отец. Благодарю тебя за явление животворящей силы Святого Духа. Животворящая сила Святого Духа течёт через тебя сейчас. По-женски сейчас уходят боли. Можете чувствовать внизу, внутри, там, прямо как ходит масло Божье. Отец, я благодарю тебя. Благодарю тебя, что сила твоя действует могущественно. Сила твоя действует могущественно. Аллилуйя. Спасибо, Отец. Спасибо, спасибо. Огонь просто приходит сейчас. Огонь в места, где были эти, прощупывались кисты, опухоли. Аллилуйя. Прямо сейчас, прямо сейчас, прямо сейчас. Огонь приходит. Огонь приходит. Огонь приходит. Отец, спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Я видела, как ушла какая-то боль в районе горла. Это не внутри, это снаружи. Аллилуйя, Отец. Спасибо тебе за твое нетление. За то, что прямо сейчас ты облачаешь сынов своих в нетление. Они прямо обнаруживают на себе эти одежды. Аллилуйя. И все в их телах приходит в норму. Давление нормализуется. Давление нормализуется. Это касается какой-то женщины, у нее постоянные скачки, то высокая, то низкая. Вы прямо устали от этого, от этой постоянной борьбы. Принимайте свое исцеление сейчас. Аллилуйя. Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе, Отец. Также проходит какая-то опоясывающая боль в районе поясницы, живот, и вот там, где талии находятся. Аллилуйя. Вы не знаете, что это, но это доставляет какой-то дискомфорт. Аллилуйя. Друзья, еще, еще помазание течет. Помазание течет сейчас. Помазание течет. Аллилуйя. Мозги исцеляются, тяжелая слава, опьянение, огонь в груди, кисты ушли, миомы, масло. Вы, если это пишете, вы скажите, это провозглашение или это свидетельство. Уточняйте, пожалуйста. Комок слизи откашивался, вышел вон. Халлилуйя. Встала с постели, могу славить устами своими. Немощь покинула тело. А что было? Что было? Халлилуйя. Отец, я благодарю тебя. Прямо сейчас исцеляются кости, опорно-двигательная система. Если ты с палочкой, с костылями, если ты лежачий, вставай и ходи. Это я со скачками давления, принимаю свое исцеление, слава Ту. Халлилуйя. Отец, я благодарю тебя, благодарю тебя. Все, у кого сейчас кости, суставы, неподвижность какая-то, ограниченность в движениях, это вот сейчас помазание на это. Вставайте и ходите. Вставайте и ходите. Да, у кого-то колено не разгибалось, можете сейчас смотреть, оно уже разгибается. Халлилуйя. Спасибо, Отец, благодарю тебя. Мы хотим слышать ваше свидетельство. Прямо сейчас вот реально поуходили из костей боли. Отец, я благодарю, 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 благодарю. Слава, 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 слава. Слава, слава, слава. Давайте еще несколько мгновений, и мы будем двигаться дальше. Еще несколько мгновений. Галлилуйя. Галлилуйя. Спасибо, спасибо, спасибо. Боль внизу живота прошла. Да, это были высвобождения на исцеление по-женски. Сейчас восстановились. Я не буду снова высвобождаться. Это было высвобождение. Я точно знаю, что поуходили там кисты, опухоли, восстановились цыплы. Все, что необходимо, чтобы произошло, происходит. Аллилуйя. Отец, я благодарю тебя. Благодарю тебя. Как будто удивительное такое помазание движется. Такое мерно течет, течет, течет. Аллилуйя. Из левого плеча волю шла. Холод по телу, это нормально. Отец, спасибо тебе за многочисленное исцеление, проявление славы твоей. Кому-то, Отец, благодарю тебя. Кому-то понадобится обследование. Обследуйтесь и также свидетельствуйте. Но также есть те, у кого сейчас, тотчас происходит это. Отец, слава, 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 слава. Благодарю тебя. Давайте снова будем переживать это течение. Пусть оно завершит начатое. Спасибо, спасибо, спасибо. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо, Отец, спасибо, спасибо, спасибо. Еще, 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 еще. Если ты сейчас переживаешь огонь в том месте, где у тебя болело, это вот огонь поедающий, прямо сжигает. Чувствуй, как выходит яд из тела. Сильная победа в духе преображения. Аллилуйя. Несколько лет болело плечо, не могла ли руку поднять и отвести ее назад. Сейчас подвижность полностью вернулась, боль ушла. Несколько лет. Вау. Врачи ставили артроз третистатии, колени очень сильно болели. Это была невыносимая боль. Боль прошла, появилась легкость в коленях. Аллилуйя. Второй раз запах хлеба. Аллилуйя. От вас с экрана огонь идет сильный. Это не от нас с экрана, это от Отца. Отец, я благодарю тебя. После перелома лучевой кости, три пальца потеряли чувствительность. Сейчас чувствительность появилась. Слава Отцу. Еще, еще исцеление в костях идет. И, друзья, я знаю точно, что кисты. Исчезла киста. Вот, исчезла киста. Проверь, если ты можешь это проверить, пальцами потрогай. Прощупай. Затылок печет. Это полезно, когда затылок печет. Я люблю. Отец. Ну, давайте еще буквально минуточку, и побудем в этом помазании, в этом течении нетления, осознанном. Еще раз. Закрой свои глаза. Почувствуй в теле это течение. Непристающая сила жизни. Непристающая сила жизни. Я сейчас вижу, в ушах что-то происходит. Уши открываются. Уши открываются. Уши открываются во имя Иисуса. Ха-релуйя. 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 Боль уходит. Ха-релуйя. Спасибо, Отец, спасибо, спасибо. Аллилуйя, аллилуйя. Спасибо, Отец, благодарю Тебя. Течение Божье, непристающая сила жизни, непристающая сила жизни. Исцеление приходит. Благодарю Тебя. Я сейчас прямо вижу, как исцеляющая сила, как масло под кожей наполняет все тело. Ты можешь чувствовать такую даже эйфорию. Тело становится таким состоянием эйфории, такая слабость приятная, тяжесть приятная. Это помазание Божие. Это у меня в ушах кто-то пишет движение. Принимайте исцеление, напишите нам, что у вас изменилось. Аллилуйя. Да, я прямо увидел, как в ушах какое-то движение, и тоже как будто вытекло что-то. Это, скорее всего, что открылись уши. Слух прямо вернулся. Аллилуйя. Спасибо. Была боль в правом колене. Сильная ноющая боль. Сейчас боль ушла, и появилась мягкая подвижность колена. Аллилуйя. 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 Второй раз сейчас вижу уже низ спины и копчик. Вот ушел шум из левого лука. Аминь. Вижу сейчас низ спины и копчик. Еще раньше видел, сейчас снова вижу. У кого-то прошла там боль. Была такая боль реальная. Прошла. Пишите нам, если это вы. Еще с ушами сейчас происходит свидетельство. Еще. Еще буквально минуту я на это потрачу, и все. Отец, я благодарю тебя. У кого с ушами проблемы, просто возьмите вот так сделайте. Раз. И отнимите руки от ушей, и услышите, как открылось ухо. Горят стопы и лодыжки. Аминь. Исцеление полное. Все, что вы чувствуете сейчас в теле, это явление духа, а не тление. Кто-то ангела видел. У меня вытекла вода из уха. Вот. Я про это и говорю. Слух восстановился полностью. Вот оно. Yes. Поздравляем вас. Исцеление. Исцелился плечевой сустав. Прожигал. Видите, друзья, как, ну вот, да, «Тонкий мир». Я увидел прямо, как будто из уха вытекло что-то. Вот сестра пишет, что в левом ухе еще что-то происходит. Ну что-то движ какой-то в ухе идет. Сейчас еще, еще. Уши открываются, открываются, открываются. Проверяйте, друзья. И также я хочу услышать про кисты и про... Ушла опухоль правого на... Провозглашаю все. Провозглашение принимаем. Аллилуйя. Да будет так. Аминь. Про кисты, про опухоли, про наросты и также низ спины. Мы ожидаем этих свидетельств. Открылось ухо. А что было с ухом? Напишите. Кто-то пишет, ухо открылось. Давление нормализовалось. Аллилуйя. Видите, друзья, вот так побудешь в этом течении, все. Все, ушел шум из головы, ушли камни из почек. Я так благодарен отцу за все исцеление, которое он производил. Спасибо тебе, отец. Камни из почек ушли прямо сейчас? Он говорит, уточняйте, друзья. Камни из почек, если уходят, бывает, что они быстро уходят. Захотелось в туалет, побежал в туалет, услышал, как камни вышли. Они так обычно стукнутся об унитаз и все, и нет. У нас уже такое было и не раз. Ну, я имею в виду свидетельства. Аллилуйя. Аллилуйя. Я хочу еще последнее. Высвобожу помазание на исцеление сердца. Почувствую право. Горит плечевой сустав. Руки огонь. Такое впечатление, что в суставе что-то делает нежное. Короче, идет исцеление. Две недели болело левое колено, не могла согнуть. Сейчас села на согнутое колено, без боли. Аллилуйя. Палец на правой ноге сгибается. Палец. Не слышала уха раньше, теперь слышит разборчиво. Вообще не слышала уха. Ух ты. Мне нравится то, что происходит. Сердце. Друзья, все, у кого была проблема с сердцем. Сейчас слышу слово аритмия. Ушла зубная боль, пишет. Аллилуйя. Аритмия, тахикардия. Все сбои в сердце. Боль. Я сейчас вижу как будто ноющая боль, такая как заноза в сердце. Это именно физическое сердце. Просто сейчас приходит мягкое помазание на сердце. Мягкое помазание, можете чувствовать. В кончике огонь. В копчике, наверное, не в кончике. Бывает, что и в кончике, но лучше в копчике. Аллилуйя. Аллилуйя. Отец, спасибо тебе. Сердце болеть перестает. В копчике, да, с утра. Аллилуйя. Друзья, сейчас исцеляется сердце. Я прямо вижу, как сердце становится таким. Аллилуйя. Аллилуйя. Сердце исцеляется. Какого-то боли уходит. Аритмия уходит. Аритмия. Помазание. Уменьшилась боль внизу спины. Полностью уходит боль. Полностью. Прямо сейчас вставайте и увидите, что полностью ушла боль спины. Походите, разомнитесь. Она полностью исчезнет. Аллилуйя. Отец, благодарю тебя. Благодарю. Благодарю. Так, друзья. Ну, продолжайте писать свои свидетельства. Потому что... Потому что... Нам нужно двигаться дальше. Я вижу, что свидетельства, они продолжаются. Сила влилась в сердце. Кто-то пишет. Аминь. И оставайтесь с нами. Потому что мы еще будем в конце принимать причастие. И это будет связано с открытием. Это будет связано с открытием. Это будет связано с могущественным проявлением развлечения. Низ живота болело сильно. Все прошло. Аллилуйя. Благодарю. Йо-йо. Друзья, так время быстро идет. Вы видите, как время идет? Ну, уже полтора часа. Даже почти два. Что будет на онлайн уединении? Пять-шесть часов затечь. Да, да, да. Исчезли болевые симптомы в правом колене. Еще с прошлой пятницы. Только сейчас обратила внимание. Очень круто. Ну, что ж, родные. У меня болела голова. Боль ушла. Аминь. Ну, что вы готовы еще пообщаться? Либо молитвы и хватит. У нас еще причастие, друзья. И, как я уже сказал, мы сегодня будем мощно-мощно открываться в развлечении. Не уходите. Будьте тут. Будьте тут. И так, родные мои, любимые. Я хочу сегодня начать, знаете, с того, что... Начать с того, что... Скажу одну вещь. То, что сказал в начале. У нас на этой неделе был целый штурм просто. Меня реально забомбили вопросами разными. И я понял, что мы, друзья, ну, многие из нас, мы просто нуждаемся очень сильно в том, чтобы проявилось развлечение. Развлечение. В частности, давайте я на чистоту скажу, что... Еще до прошлой пятницы, на протяжении последних нескольких месяцев, наверное, да, ну, по крайней мере, два. Вот. Я просто почему стал говорить о зрелом винограде? Потому что я стал наблюдать такое явление, что по разным причинам, по разным причинам, о которых я также сегодня упомяну, по разным причинам... Вот, смотрите. Очень беспокоил лимфоузел под левой подмышкой. Он рассосался, кажется. Проверьте. Если уже не беспокоит. Аллилуйя. Отлично, отлично. Смотрите, друзья. Вы знаете, мое служение, оно всегда направлено на то, чтобы людей погружать, крестить и являть Сына, открывать Сынов, Сына Божьего. И, конечно, наше учение, оно всегда характеризуется такой определенной глубиной, о которой я получаю много отзывов. Но, друзья мои, знаете, дело не в какой-то глубине, а дело в применимости, практичности и дело в явлении, как я уже говорил. На сегодняшний день я наблюдаю такую отличную, вот видите, я ответ на ваши молитвы, развлечений. Я сегодня хочу сказать, что некоторые люди, которые сыны Божьи, которые двигались с нами... Вы знаете, что я высвободил всех, свободное плавание и не жалею об этом, то есть я очень рад, что мы это делаем. И сегодня хочу сказать, что некоторые, вот просто даже не побоюсь этого слова, наблюдаю кораблекрушение в вере у некоторых. Вот правда. Вот с чем это связано, друзья. Я хочу сказать, что все поправимо, конечно, никакой проблемы нету, но откуда берется кораблекрушение в вере? Это связано с определенной работой совести людей. Совесть не стала не нужна, когда появились у вас духовные чувствования. Совесть, она просто облеклась, была погружена, облачена в Дух Святой. Знаете, как апостол Павел, он говорит такие слова, что свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. То есть совесть не исчезла, она просто стала в Духе Святом. Это, кстати, тоже связано с развлечением. Потому что единственное правильное вообще развлечение, оценка всего, это совесть в Духе Святом. Вот если совесть вне контекста Духа Святого, она начинает чудить. Об этом я и говорю. Смотрите, как происходит. Человек, связываясь иногда, познавая истину, что-то ему открывается, но явление еще, допустим, в его жизни не происходит. И вы знаете, что реальность, в которую погружает тебя познание, она также тебя погружает или ставит как бы перед определенным выбором – являть или бесконечно учиться. Вот. И люди, они иногда в силу давления, усталости, каких-то своих личных проблем, они начинают искажать истину. В чем это искажение происходит? Например, то, что я наблюдал. Вот человек, или не только в давлении, бывает давление там благополучием, еще чем-то, и он начинает просто искажать реальность, в которую был погружен. Например, вот я наблюдал такую картину, ходатай, например, ходатай. Ходатай – это лицо, к которому стекаются многочисленные нужды. Это я вам сейчас рассказываю, реально, как из практики, как это бывает. Стекаются многочисленные нужды, и он вынужден днями и ночами читать это, как-то высвобождать какое-то ходатайство за это. Это непросто. И самое интересное, что есть и такое явление, когда ты ходатайствуешь за людей, и он потом благодарит, например, «А, у меня там легче стало». Потом, через какое-то время, он снова обращается с этой же просьбой. Естественно, ты начинаешь задаваться вопросом, «А что случилось? Ну почему? Ну мы молились, стало легче там». И возникает такая, ну как бы досада какая-то. Бывает, что это происходит 3, 5, 10 раз, 20 раз, один и тот же человек с одними и теми же нуждами. И ты задаешь себе вопросы, или это молитвы не работают, или что вообще происходит. Но суть. Из-за того, что нету должного явления, человек сталкивается с вопросом, что ему нужно найти этому всему какое-то объяснение. И если не получается с этим справиться, значит, надо это объяснить. И я хочу сказать, что это не мой подход, однозначно. И это вообще не Божий подход. Потому что на многочисленных примерах из Писания, в частности, там, исцеление слепого мальчика от рождения, да, вы можете видеть, что ответ – это явление. То есть, никто не может вместо явления предлагать объяснение. Иисус никогда ничего не объяснял. То есть, самый идеальный пример, как видеть, как с этим разбираться – посмотрите на Иисуса. Посмотрите на Сына Божьего. Это же ваше зеркало славы, в конце концов. И когда мы начинаем, вместо того, чтобы являть и исцелять, да, мы начинаем объяснять людям, почему, что с ними не так, это не туда. Проще признать. Вот мне, отец, сколько я не спрашивал, почему не исцеляются люди, например, да, в чем-то. Или не происходит какого-то ответа. Каждый раз я слышал одно – открывайся, сынок, открывайся. Да, необъяснение. Вот кто-то пишет, не объяснение, а явление. Друзья мои, приоритет – явление, а не объяснение, а не умное учение, а не глубин и глубин. И не какое-то объяснение, что ничего делать не надо. Нет, явление. Явление, друзья мои, это венец праведности. Вот вся правда, которую ты говоришь, ее венцом является явление. Написано, готовится мне венец правды, венец праведности, ну и не только мне, Павел говорит, но и всем возлюбившим явления. Я вот два эфира говорил за это. То есть венец, что такое праведность? Правда. То есть ты проповедуешь какую-то правду. Венцом всей этой правды является явление. Покажи хоть что-нибудь. Хоть что-нибудь. И вопрос не в том, что ты не можешь показать. Даже если ты не можешь показать, это не грех. Ну, грубо говоря. Но если ты начинаешь говорить, что показывать ничего и не надо, это уже не то. И поэтому некоторые люди, они вступили на этот путь. Вместо явления они стали заниматься учениями, там разными объясняющими, что вообще болезни это нормально, бесов нету и так далее. Я хочу сказать, это их кораблекрушение. Они вместо того, это называется кораблекрушение из-за того, что ты пренебрег добрую совесть. Это означает, вместо того, чтобы устремиться, как Павел, в почести высшего звания, в явлении, за этим венцом, который позволяет твоей голове высвобождать силу животворящего духа, знамение чудеса. Эти люди, они просто придумали учения, из-за чего все это не надо. И поэтому я называю это кораблекрушением веры. Смотрите, эти люди часто, они проиграли свои личные битвы в ходатайстве, проиграли свои личные битвы в своей жизни, не увидев ответа на долгожданные вопросы, на долгожданные серии неудач каких-то в своей там личной жизни, в служении, в семейной жизни, в детях. Проиграв эти вещи, проиграв свои личные битвы, как они внутри это переломали, переступили через свои стремления и вышли на вот этот уровень. На какой? Объяснение, лжеучение. То есть разную ерунду всякую предлагали. И причем еще, ну как бы это проповедуется как некая глубина какая-то. Это не глубина. Смотрите, Смит Вигглсворт имел в своей, Смит Вигглсворт, это апостол веры, который имел в своей жизни больного ребенка. У него был ребенок, дочка глухая. Она никогда так и не начала слышать. До самого того, как Вигглсворт ушел из видимого мира, его дочка слышать так и не стала. Но смотрите, до конца своей жизни он проповедовал веру, проповедовал явление, проповедовал силу Святого Духа. Он никогда не стал объяснять, что иногда есть случаи, когда ребенок может оставаться больным и так далее. Нет. Он не стал умствовать, он не стал изобретать глубокое учение, чтобы объяснить глухоту своей дочери. По-прежнему у него, когда спрашивали, почему твоя дочь болеет, не исцеляется, он шутил. Он отшучивался, он был очень позитивным человеком, с большим отцовским сердцем. Он говорил, что это все еще вопрос веры. Он говорил, ну она еще слабо верит, да, она уже взрослая была. Тем не менее, на каждом почти своем собрании он пытался свою дочь позвать по имени. Он кричал к ней прямо со сцены. А она не слышала. Он увидел, что она так и не начинает слышать и продолжал наставлять людей в вере. Как я уже сказал сегодня, что Иисус в знак того, что он Сын Божий, который явился, он назвал сверхъестественное проявление вокруг себя. Опять сослался на явление. Это был его венец. Более того, написано, Сын Божий открылся в силе. Открылся в силе. То есть, Сын Божий открывается в силе. Бог открывается в силе. Через явление. И теперь я вам скажу корень таких учений, которые... Друзья, я сегодня не хочу, чтобы вы подумали, что я что-то там взялся разоблачать. Я вам просто показываю могущество развлечения. Все эти вещи, друзья мои, они произошли, потому что люди отказались различать. Даже появилось такое учение, что оценивать ничего не надо, различать ничего не надо. Типа, как идет, так идет. Все, ты пиксель там во вселенной, ты ничего не значишь. Ты просто какой-нибудь... Я есмь и все, что тебе надо знать, что это тебе вообще ничего не надо знать. Это все, друзья мои, это идет из полного отказа различать. От полного отказа оценивать. Это происходит атрофия. Я называю это кораблекрушение двери. Такие люди, знаете, они иногда говорят, что вообще оценивать и различать ничего не надо. Я с этим категорически не согласен. Вот, потому что само то, что такие учителя, они когда говорят, что оценивать и различать ничего не надо, тем не менее, посмотрите на их жизнь, вы увидите, что оценивать и различать они не хотят только то, что им неудобно. Все, что приносит в их жизнь комфорт или, наоборот, неудобства, вполне себе они различают и считают их реакция на эти вещи. Она говорит о том, что очень даже они знают, что такое хорошо, а что такое плохо. Я все время вспоминаю, я, знаете, вспоминаю все время такой случай, когда два помазанника встретились в прямом эфире на телевидении. И один из них уверял, что он уже, его нет, он умер и вообще, то есть меня нету, я умер. А второй слушал его, слушал, потом берет стакан воды в лицо, ему плеснул, и тот вскочил, как стал кричать, как это вот, там, виск поднял, там, и второй говорит, о, так ты воскрес, ты снова появился, только что говорил, что тебя нету. Вот это похоже на то, знаете, то есть вопрос не в том, чему учат эти люди, а как они реагируют. То есть на самом деле все, каждый человек по умолчанию, он все равно пользуется развлечением, просто кто-то с этим соглашается и ищет этого в Боге, а кто-то отрицает вообще любое. И смотрите, я почему еще говорю за это, потому что один из моментов, который мне прислали, говорят, там некоторые сказали, что ты, типа, объелся с древа познания, добра и зла. Я сейчас сегодня вам про это дерево чуть-чуть расскажу. То есть считается, что если человек различает добро и зло, то обязательно он наелся с этого дерева. На самом деле, дорогие друзья, все очень просто. На самом деле, с тех пор, как Отец Небесный позволил во Вселенной существовать, существовать еще одной хотя бы воле, то не все, что происходит во Вселенной, не все происходит по его воле, потому что еще в этой Вселенной существует не только его воля. Отсюда брались такие слова Иисуса, когда он говорил, нет воли Отца, чтобы погиб один из малых сих, там, какие-то птицы погибли и так далее. То есть воля Отца есть на что-то, но есть еще вещи, которые происходят не по его воле. Вот это надо усвоить, друзья мои, очень четко и понятно. И возвращаясь к древу познания добра и зла, я хочу сегодня сказать, друзья, что оценка происходящего, вообще вот оценка и развлечения добра и зла, это прерогатива Бога, это его природа. И, соответственно, это и наша природа, если мы его природой существа. Поэтому вы можете, и я даже не буду это доказывать, на протяжении всей Библии вы можете увидеть, как Бог дает оценку, хорошее или плохое, разным явлениям. Эта оценка часто не совпадала с человеческой, потому что человек, как мы знаем в Эдеме, выбрал разбираться в хорошем и плохом сам. Но некоторые люди думают, что сама по себе способность различать и оценивать, она вообще не нужна. На самом деле это неправда. Не всякая оценка, не всякое развлечение добра и зла является вкушением с древа познания добра и зла. И сейчас мы эту разницу увидим. Это очень просто. И я хочу сегодня, чтобы ты осознал могущество этой функции. Она реально сделает в твоей жизни, знаешь, вот как я тебе даже скажу, ты был хоть раз обманут вообще. И я верю, что тебе не нравилось быть обманутым. И ты, наверное, в те дни думал, как я не увидел, как я не различил, как я не разобрался. И сегодня эта функция, друзья мои, это могущественная функция животворящего духа. Вы можете видеть, Иисус это был животворящий дух и есть. И он говорит, тут же, узнав их мысли, идентифицировав эти мысли как угрозу, зло, там еще что-то, он предпринял какие-то действия. То есть дал оценку этим мыслям. И говорит, зачем вы помышляете? То есть зачем это упрек? Он говорит, вы неправильно мыслите. Иисус, какая тебе разница? Зачем ты берешься оценивать? Ты что, килограммами с древа познания объелся? Да, то есть, вообще просто. Но он в силу божественной своей природы имел власть называть что-то хорошим или плохим. Потому что он же Бог. И Бог, он знает, что хорошо, а что плохо. Амин. Я говорю уже детским языком, чтобы всем понятно было, чтобы разную чушь не слушали, друзья. И смотрите, с тех пор, как отец позволил существовать еще одной воле во Вселенной, не все происходит по воле его. Значит, логично, что нужно разбираться. Если ты не разбираешься, ну, как бы, понятно, да. Вот представьте, что в Эдеме что произошло. Там, грубо говоря, там подкатил змей и начал рассказывать совершенно не то, что говорил об этом дереве Бог. И это элемент свободы. Напомню, что свобода – это не только делать или не делать, а свобода – это еще и слушать кого-то или слушать другого кого-то. Вот смотрите. Например, Бог сказал, не бери с этого дерева, да, но другой воли нет. Другой воли просто нет. В чем выбор? Еще одна воля должна была звучать. И это воля змея, да. Ну, к примеру, я говорю, там, кто-то говорит, что это образ, кто-то реально считает, что это вообще человек. Кто-то говорит, что это змей, только он имел функцию говорить и на ножках бегал. Думайте, что хотите. Смысл. Воля изъявления. Еще одно – начало транслироваться в сознание Евы. И вот это и был ее выбор. Вы знаете, что она выбрала. Она не различила, что эта змея – это враг реально. То есть это вражеские мысли, вражеские трансляции. И смотрите, что дальше. Одни люди не оценивают, не хотят ничего оценивать в силу немощи, потому что немощны различать. И я приводил этот пример, у меня есть видео «Преступная слепота». Преступная слепота – это сознательная слепота. Когда ты не хочешь ничего оценивать и ни о чем выносить никаких суждений, это лишь говорит о том, что ты согласился сознательно быть слепым. Ведь Сын Божий принес нам свет и разум. Я вам приведу пример такой духовной слепоты, такой религиозной слепоты, отказа. Смотрите, апостол Павел попал на суд к фарисеям и саддукеям. И вот на этом суде, представьте, попал на суд к религиозным людям. И представьте, что один из них, уважаемый всеми, Гамалию, он говорит такие слова. «Ребята, оставьте их!» Оставьте их. Типа, если это дело не от Бога, оно разрушится. А если оно от Бога, то смотрите, чтобы вам и противниками не стали. И до сих пор верующие люди приводят этот пример как решающий, каким образом можно судить обо всем. Но я хочу напомнить, друзья, вот те, кто это сказал, если от Бога, типа соглашайтесь, если не от Бога, оно само разрушится. На самом деле, это же сказал фарисей. Хоть и мудрый фарисей, Гамалию, там он весь такой мудренный, но это сказал фарисей. Фарисейская позиция, друзья мои, она вот именно такая слепая. У меня все время вопрос возникает. О чем вы не спросили у Духа Святого? Сказали, Отец Небесный, покажи нам, эти люди, они вообще правду говорят или нет? Вместо этого они сказали, да зачем, давайте не будем разбираться, давайте пусть Бог сам разберется, мы тут как бы, и они самоустранились. Скажите, если бы они включили развлечение, оценили как должно в Духе Святом, кто эти люди, получили бы они пользу или нет? Конечно, перед ними стояли апостолы Животворящего Духа, Христа. Они могли принести пользу, они могли преобразить мир, они могли подвинуть декорации. Великая польза была бы. Вместо этого они заняли типичную клоунскую религиозную позицию. При этом, друзья мои, когда мы говорим о Гамалииле, предполагается, что Гамалиил такой, он мудрый фарисей. Он был очень мудрым, он был очень мудрым, но развлечения у него не было. При всей своей мудрости он не привык развлечать, он был слеп. И когда сегодня люди призывают, не оценивай, не различай, не вникай, к чему они призывают? К слепоте. Они призывают к полному отказу от идентификации со Христом. Сейчас я покажу вам это. Развлечение – это качество совершенных, у кого чувства приучены навыкам. Друзья мои, к развлечению чего? Добра и зла. Оказывается, что она сделала совершенными? Совершенными нас сделала единократное приношение Сына Божьего. Сделала совершенными, написано, навсегда освящаемы. И вот у этих совершенных, оказывается, кто совершенный навсегда, будучи освященным, у них еще есть такая функция – привыкнуть в состоянии своего совершенства различать. Апостол Павел ссылается на себя, когда он давал совет, он говорит, я даю этот совет, но я думаю, что я имею Духа Святого. То есть он ссылается и говорит, представьте, друзья, я имею право выносить суждения о каких-то ситуациях, потому что у меня есть Дух Святой. Соответственно, от обратного, если бы это было не так, какие оценки, какие советы? Вот тогда бы мы и сказали, Павел, ты нажрался от дерева познания добра и зла. Но в Духе Святом это развлечение становится божественным. Божественным, божественным, друзья. Поэтому, все, кто вас учат, что не надо ничего различать, не надо ничего оценивать, по сути, они вам говорят, откажись от одной из функций Божьей природы, животворящего Духа, будь слепым, как фарисей Гамалию, руководствуясь моим глубоким учением, откажись что-то различать, тебе станет хорошо. Конечно, фарисеям было хорошо, с какой-то стороны, отказаться что-то различать, потому что у всякого развлечения, друзья мои, есть последствия. Я фарисей, например, я различил, что это апостолы Божьи. Мне надо отказываться от своей позиции, а я не хочу. Поэтому я включаю не развлечение, не слепоту. Идите, ребята, идите, пожалуйста. Поэтому, друзья мои, эта клоунада должна закончиться в вашей жизни. Не будьте младенцами по уму. Она реально, развлечение, это могущественная функция, дающая силу. Сейчас я вам покажу это. Смотрите, возвращаемся к древу познания добра и зла. Во-первых, я хочу сказать, что это древо было расположено в Эдеме. Именно в месте, называемом наслаждении. Оба дерева были. Все деревья, написано, были хороши, вкусны и приятны. Это не значит, что, друзья мои, это дерево было плохим. Дело в том, что Иисус – это древо жизни, в котором, когда ты его вкушаешь, уже есть развлечение. То есть тебе нужно не отдельное дерево, а тебе нужно древо жизни. Но я сейчас просто хочу сказать за Эдем. Представьте, что дословно, давайте вот прочитаем. «Насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке и поместил там человека, которого создал. И произрастил из земли всякое дерево, приятное на вид. Внимание! Всякое дерево, приятное на вид, хорошее для пищи. И дерево жизни посреди рай, и дерево познания добра и зла. То есть в самой сердцевине того, что называется Божьим наслаждением, содержится и развлечение добра и зла, и древо жизни. Таким образом, рай, который находится внутри тебя, которым ты являешься, наслаждение, твое наслаждение, оно содержит и жизнь, и развлечение. Убери что-то одно, и будет труба. Почему? Потому что Иисус, друзья мои, включает в себе и древо жизни, и наслаждение, ну я имею в виду, включает в себя и древо жизни, и развлечение. Поэтому и говорится, что Он дал нам свет и разум. Сделал совершенными, подвергнув тому, чтобы ты потом в своем вкушении научился различать добро и зло. Еще раз хочу это сказать. Поэтому отец говорит ему, Адаму, он говорит, если ты вкусишь, давайте дословно, а древо познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Во-первых, мы делаем вывод, друзья мои, что Адам все еще мог умереть. У него была какая-то причина, по которой он мог умереть. В то время, как пришел Иисус и сделал нам открытие, он говорит, даже если умрешь, оживешь, потому что ты теперь не Адам. То есть, это первое. Второе. Совершенство в навыках развлечения. Развлечение содержится в древе жизни. Если бы Адам, ну, допустим, такую теорию мы сделаем, если бы Адам вкусил от древа жизни, он бы и так различал. Как различал Иисус. То есть, приобретя божественную природу, ты продолжаешь различать, ты продолжаешь давать оценки. Но это происходит в Духе Святом. Как я уже Павлов пример приводил и так далее. Вы здесь, друзья, смотрите. И что происходит с людьми, которые не отказываются различать? Например, как я приводил вначале, человек попал под давление. Хадатый. Он там с нуждами связался. У него появилось искушение сделать собственное суждение о происходящем. Потому что явления нет. И он делает свое суждение, вырастающее в учении. Он говорит, болезни это нормально. Не надо сильно париться вообще из-за болезней. Тем самым рождает новое отношение людей к болезни. В то время, как это отношение уже ярко прописано в словах животворящего Духа. На протяжении всей Библии Бог явным, ясным образом отозвался о болезнях. И сказал, что ему это не нравится, это нехорошо, что это подлежит уничтожению. То есть, для этого понадобились раны Сына Божьего. Написано, ранами его исцелились. То есть, если бы это было все нормально, не обращая внимания, никто бы не шел на такие жертвы. Простым языком, друзья мои. И поэтому, вот оно выглядит, схема так. Я не могу познать исцеление. Значит, скажу, что не надо, вообще это не является предметом изучения. Если у меня, значит, не получается избавить человека от шизофрении, я скажу, что вообще и не надо, бесов нету и так далее. Не могу его изгнать, значит, я скажу, что его нету. И заканчивается, друзья мои, это тем, что когда человек отказывается от развлечения, по итогу он делает Бога безликим. Что это означает? Потихонечку вводятся такие концепции, что все Бог. Что дерево это Бог, что деньги это Бог. Все Бог вокруг. Вот. И, то есть, вообще все. То есть, нету там ни отца, ни сына, знаешь, ничего. Вот есть все Бог. Все. Но, друзья мои, это не новость, если честно. Если это не новость, потому что такие религии уже существовали. И если бы, если вы считаете, что такие религии, они приносят что-то вообще полезное реально, то не надо даже искать новых учителей. Они уже есть, эти религии. Но мы сегодня не об этом. То есть, я вообще даже не собираюсь и погружаться в это. И вот смотрите, как эти фарисеи, они решили руководствоваться собственной слепотой, а не тем, чтобы взять и в Духе Святом различить, кто перед ними. Понимаете? И Бог ясно выразил свое отношение к болезням, к демоническим проявлениям. И до сих пор, как пишется в Откровении, есть листья для исцеления народов. И к бесам отношение высказал. То есть, ясно сказано, показано, что с этим делать. Чем бы ты это ни называл, это подлежит ликвидации и болезней, и демонические проявления. Я более скажу, что все пробуждения в мире, они совершались именно начиная с того, что люди начинали исцелять и изгонять демонов. А потом, когда им становилось скучно, или у них не получалось что-то, они начинали что-то придумывать. Смотри, отказ различать всегда приведет тебя к слепоте. Потому что ты не хочешь оценивать, ты не хочешь вникать, ты не хочешь различать. Естественно, если ты от этого отказываешься, это у тебя будет деградировать. Амэн. И это полностью, вот, друзья мои, что я скажу просто, чем это закончится. Это закончится тем, что ты полностью лишишься достоинства Сына Божьего. Реально. Потому что это достоинство мы видим в зеркале славы. Но если ты не хочешь различать, как ты самого себя различишь. Поэтому тебе взамен этого, когда ты не видишь кто ты, не видишь своего достоинства, предложат думать о себе, о чем-то вообще, чего нет. Меня нет, я там песчинка, травинка, мусоринка и так далее. И скажу, что насчет этого древа познания добра и зла, друзья мои. Подведу просто итоги, скажу вам. Адам все-таки начал различать, но он начал различать сам. Господь ему сказал, в день, который ты вкусишь, ты вкусишь, смертью умрешь. Во-первых, слово в тот день, слова в тот день, они означают земное измерение. В тот день. В тот день, он, это календарь. Это тот день, это какая-то дата. Это первое. Соответственно, что это древо познания добра и зла, оно имело земное происхождение. Второе. Он говорит, ты вкусишь. Он не говорит, что... Он говорит, эти слова ты означают самостоятельность. Еще и называют самость. То есть сам вкусил, день, который сам избрал. Обычный земной день. То есть это все не имеет отношения к сверхъестественной божественной природе. И говорит, вот тогда ты смертью умрешь. И, соответственно, земное последствие. Смертью умрешь. Как я уже сказал, Иисус, наоборот, он приходит и говорит, я истинная жизнь. Не просто жизнь, друзья мои, а истинная жизнь. Истина это то, что... Если есть истина, друзья мои, то есть не истина. Понимаете? И это уже развлечение. Не просто древо жизни, а еще и истина. То есть в древе жизни, оказывается, заложена, заключена истина. Это развлечение. И этой истиной надо уметь руководствоваться в Духе Святом. Вот это называется божественное, божье развлечение. Божественное. Сегодня, друзья мои, реально люди на любое развлечение говорят, что это плоды познания добра и зла. Это называется, друзья мои, заблуждение. И я, как сказал, еще раз скажу. Это заблуждение, которое взялось от бессилия. А бессилие, оно взялось от отсутствия развлечения. Они не захотели различать. Мне даже не жалко таких людей, вот честно вам говорю. Амин. И вот, друзья мои, позиция в Духе Животворящем, она предполагает такое развлечение. Это могущественная функция, которая тебе позволит не просто различить добро и зло, а еще и что с ним сделать. Кто не различает, тот и не знает, что делать. Вот точно так, как мне пишут люди, посоветуйте насчет женитьбы, посоветуйте насчет болезни, что делать, как и что. Если ты ничего не различаешь, друг мой, так а что ты будешь делать? Это же слепота. Это полная слепота. Это полная вообще атрофия способности высвобождать даже что-то. Поэтому люди, как правило, они, вот это я называю, они пытаются растечься. Я называю это попыткой единения. Они говорят, что мы все одно там и так далее. Мы все там, я есть. Вот такие фразы, друзья мои. Я вам просто скажу, это не от меня. Эти учения, они-то не от меня реально. Вот отказ от оценок, развлечения, это вот, что мы как все одно, и деньги это Бог, и дерево это Бог. Это вообще не от меня. Все, кто так учат, не имеют ко мне никакого отношения. Можете просто привет им всем передать и сказать, что вообще, как говорится, и так далее. Смотрите, Адам мог умереть. Мы умереть уже не можем. Адам, он пошел и сделал самостоятельные вещи, приведшие его не к прозрению, а к слепоте. Он начал различать, но различать абсолютно не так, как различает это Бог. Из-за этого вся история Земли, она связана с тем, что люди составляли собственное мнение о хорошем и плохом самостоятельно. Но с момента, когда явилась благодать, явился Сын Божий, мы получили способность делать развлечения в Духе Святом. Вот это то, что вам надо запомнить. И тогда это не приведет нас к отчаянью, не приведет нас к бессилию. Это приведет нас к тому, что мы будем знать, каким образом являть, каким образом проявлять Сына Божьего. Мы не будем закапывать голову в песок, говоря, что не надо слишком париться там ни за что, потому что... Нет, мы должны знать, как подвигать декорацию мира, все эти симптомы. Мы должны знать, каким образом двигаться в исцелении, в нетлении, во всех этих прекрасных вещах. Ну, кому не хочется с этим связываться, я просто понимаю, что есть усталость, есть собственное поражение, и люди переступили через совесть, начали проповедовать что-то другое. Ну, это их вопрос. Мы рады, что очень очевидно все становится, да. И последнее, друзья мои. Господь со времен того, как Адам выбрал различать самостоятельно, он ему вел его постепенно, он его не бросил. Он вел его постепенно к моменту, когда он сможет вкусить вечную жизнь и различать вместе с ним. Это уже не выглядит так, как когда ты вкусишь, а это выглядит так, как мы. И вот, друзья, в заключение я просто хочу сказать, смотрите, сейчас получается так, что люди как будто бы в своих учениях, познаниях, они делятся там на разные лагеря. Одни говорят, полное слияние с Отцом, единение, единение с Богом, полное, я вообще, меня нет. Вторые говорят, нет, нам нужно стремиться, нам нужно познать, нам нужно что-то делать. И хочу сказать, что позиция слияния и позиция общения, вот услышьте меня, я вас прошу, позиция слияния и позиция общения, это позиция, и одна и вторая, это позиция животворящего духа. Я всем и каждому говорю, посмотрите на этот пример последней прощальной ночи Иисуса Христа. Он только что говорит, вот я отец, видящий меня видел отца, видящий меня видел отца. Тут же поворачивается и говорит к отцу, как будто они уже два, а не одно. В какой из этих позиций Иисус был неправ? Любой нормальный человек, он скажет, и в той прав, и в этой прав. Точно так, как я могу быть отцом для кого-то, потому что он обращался к Филиппу и говорил, я, отец, кому он это говорил? Филиппу. То есть Филипп должен был в нем воспринимать отца. Но потом, когда он отвернулся от Филиппа и повернулся к отцу, если так можно сказать, вдруг он обнаруживает себя как сын. Только что он был как отец, теперь он сын. И та и другая позиция нормальны, не разделяя. Вы знаете, друзья мои, что мы даже в миру, когда, ну, в обычной жизни, мы когда расстаемся, вот я со своей Олечкой, если расстаюсь ненадолго, эта разлука потом открывает новый уровень отношений нам. Это не разрыв, это не истощение отношений. Мы когда долго не видимся, у нас как будто что-то накапливается внутри, мы соединяемся с новой силой. Хотя можно ли сказать, что мы разъединялись? Нет, это просто состояние, это качество, это ипостась. Точно так, отец, всегда идет такая цикличность, как бы периодичность. Иногда ты чувствуешь, что ты с ним общаешься, а иногда ты полностью в нем растекаешься, даже до того, что перестаешь осознавать себя как личность. Но ни одно состояние, ни то, ни другое, не длится вечно. Они все время сменяют друг друга. То ты с ним одно так, что себя не осознаешь, то ты общаешься с ним и видишь красоту, каким он тебя создал. Это зеркало славы. Это потрясающе. В нашем служении также есть две позиции. Первое, это приближение царства. Когда речь идет вот как о Филиппе, ты говоришь, приблизилось царство, потому что Филипп еще не в теме. Но когда Филипп в теме, он говорит, настало царство. Я что-то не понимаю, настало или приблизилось. Вы разве не читали, что благодать умножается в познании? То, к чему ты сегодня приблизился, написано, вы подошли. Завтра уже для тебя это как то, в чем ты живешь. Это не вопрос чего-то там наставания в небесах. Это вопрос твоего познания. Поэтому есть и приближение, есть и обнаружение себя, есть и растекание. С этим нет проблем. Только не надо секту ни из чего делать. Избегайте, друзья мои, людей, которые вот говорят, вот это так, а это не так. Это секта, реально, просто. Это называется создать свою секту. Такие же люди, они будут говорить, нам не нужны учителя, а Дух Святой нас научит. Но уже когда ты это говоришь, ты уже берешь на себя функцию учителя. Ты же не Дух Святой. Поэтому это все говорится не для того, чтобы у тебя не было учителей. А эти люди, они просто хотят быть тебе учителями. Поэтому они это рассказывают. Вообще учителя нужны, потому что они, это одна из ипостасей Сына Божьего. Он говорит, вы говорите, я Господь учитель, я точно то. И это не учитель, назначенный в церкви. Это явление Духа, называемое учитель. О Боже. Также есть позиция, друзья мои, услышьте меня, это важно знать. Опять я знаю, что есть заблуждение на эту тему. Так мы на небесах или на земле? Иисус говорил, я сущий на небесах, и я с неба сошедший. Он говорил это в один и тот же день своей жизни. Понимаете? Что это означает, друзья мои? Это означает, что твоя позиция существования на небесах для тебя очевидная, не очевидна сегодня для тех, кому ты что-то говоришь. И для них ты сошедший с неба. Иисус на себя так и говорил, вы не знаете откуда я. Я с неба сошел. Когда он говорил об этом людям, он был как сошедший с неба. Он принял образ раба и так далее. Но сам по себе он сын сущий в недре отчим, посаженный на небесах. Никаких проблем с этим нет. Это опять идет эта смена, цикличность. Когда нужно, ты высвобождая себя в земном служении, являешься сошедшим с небес, не оставившим неба, а сошедшим, продолжающим быть на небесах. И это тебе открыто, что ты на небесах. А тому, кому ты говоришь, нет, для них ты сошедший с неба. Поэтому, друзья мои, не теряйтесь вообще. Мы на земле или на небе? Ты и на земле, и на небе. Потому что дана тебе всякая власть быть на небе и на земле. И более того, в тебе соединилось небесное и земное. По сути дела говоря, нету ни небесного, ни земного. Есть мир Сына Божьего. И видимый, и невидимый. И так далее. Не нужно создавать секты, я еще раз говорю. И еще пару слов скажу, что... Знаете, вот когда есть люди, которые... Вот мне недавно за одного служителя говорили. О, он не молится за исцеление. Он решил, раз мы на небесах, что молиться за исцеление. Есть такое? Да. Чего молиться за исцеление? Мы уже на небесах. Нету никаких болезней. Окей? Я хочу каждому такому сказать. Человеку. Если ты на небесах до того, что тебе не надо за людей молиться за исцеление, тогда зачем ты зарплату получаешь? Или платные школы делаешь? Зумы? Зачем ты карточку людям даешь, чтобы они на нее жертвовали? Ты же на небесах. Зачем тебе деньги? Чего ты ешь до сих пор? Пьешь до сих пор? Дышишь? В туалет ходишь? Будь на небесах. То есть, если их физическая недуга или болезнь для тебя не существует, потому что ты на небесах, пусть для тебя тогда физические нужды твои не существуют, раз ты на небесах. Вот и все. Все проверяется через явление. Мне все равно, чему ты учишь. Давай, яви то, что ты рассказываешь. Поэтому тест очень простой. Как написано, знаешь, что ты же не питаешь ненависти к телу своему, но греешь его, да? Питаешь его. Ты не хочешь ненавидеть свое тело. И это тест для тебя. Так а в чем проблема? Давай тогда. И поэтому, если ты уже настолько на небесах, что болезни исцелению не подлежат, тогда тебе нужно и не есть. Вот и все. Живи на небесах. Вот так, чтобы жить на небесах. Или, ну ладно, кушать ты можешь, тогда не получай деньги. Деньги точно это не для небес, да? Оказывается. И, друзья мои, утирание слез, исчезновение болезней, это нечто хорошее, о чем отец говорит, как с радостью. Он говорит, и не будет уже ни болезней, ни там слез. Утрет Господь слезу всякую. Я что-то не заметил, что он говорит просто, что этого нет. Он говорит об этом, как о хорошей новости. Ребята, этого не будет. И оно уже проходит. Мне кажется, это хорошая новость. Более того, я вижу явное отношение Бога к болезням и к их отсутствию. Оно разное. Оно не одинаковое. Он не пытается сказать, что, друзья, и то, и другое это нормально, но если вы пытаетесь разобраться, это вы уже от древа познания добра и зла наелись. Это я вам, Бог, говорю сегодня. Он говорит, это я, Бог, говорю вам сегодня, что болезни не от меня. Более того, я вам говорю сегодня, я вам даю власть избавляться от этих декораций мир, для которых вы как сошедшие с неба. Что толку с вас, ребята, когда вы начинаете учить какому-то самозабвению, какому-то буддизму непонятному, вообще самозабвению, что меня нет, меня вообще нет, и ничего сделать не можете. Поэтому, дорогие друзья, я вам хочу сказать, прекращайте бежать, как стадо неразумных овец на какие-то вот эти зумчики, знаете, где там якобы глубокое учение. Возьмите власть различать, именно из-за этого болезни будут уходить, а не из-за той болтовни, которую там вам говорят, что вы якобы не обращайте внимания, сильно болезням значения не придавайте. Мы не значение не болезням придаем. Мы придаем значение славе Божьей, которая легко избавляет от этих болезней. Познание. Углубитесь в познание, как сделать так, то есть как познать, чтобы открылось нетление таким образом, как любая благодать, чтобы болезни вообще не именовались, а не успокаивайтесь от тем, что это нормально. Я слышал просто вообще за эту неделю до меня такие вещи дошли, что кто-то учит, что деньги это тоже Бог. Вы вообще что, друзья мои, честно, не сходите с ума. Когда вы начинаете говорить, что творение и творец это одно и то же, вы реально, у вас уже просто умственное отклонение начинается. Вот таким учителям можете передать от меня привет. Скажите, что это реально умственное отклонение, реально превратный ум, для того, чтобы привлечь людей. И более того, всмотритесь в таких учителей, я скажу вам, что вы там увидите. Увидите неудовлетворенность, полная череда поражений по жизни. Они пришли сюда, знаете, ну, где-то пришли в себя, расцвели, а потом просто они взялись восполнять свои поражения. Они подумали, что они уже что-то могут. Вот, поэтому, я вам, кто у нас в небесной цивилизации, мне попался один ролик смешной. Я прямо реально увидел, что вот эта позиция этих людей, а он сейчас такой, как мем, знаете, вот этот вирусный ролик такой, вот за эти все вещи, что мы тут все одно и так далее. Я вам скину посмеяться, посмеетесь. Более того, друзья, всех, кто с нами движется, я не хочу, чтобы вы были там, в этом заблуждении. И, если это нужно, мы даже фамилии скажем, людей, которые учат этой ерунде. Особенно, если, мы еще будем узнавать, что они так активно завлекают нормальных людей в свои сети. Активировались, называются. Аллилуйя. Друзья, скажи вместе со мной, развлечение – это свойство животворящего духа. Развлечение – это свойство животворящего духа. Это свет и разум жизни вечной. Аллилуйя. 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 И, как последний гвоздик скажу, Иисус в Гефсимании, друзья мои, Он решил вопрос собственной воли. Помните, Он говорит, не моя воля, но твоя да будет. Точно так, как Адам сказал, да будет воля моя, Иисус сказал, не моя воля, но твоя да будет. Ты полностью избавлен от всех последствий древа познания добра и зла. В тебе даже нету, в твоей совершенной божественной природе, никакого привкуса этого дерева. Когда вас учат, что с того дерева можно есть, это просто безумие. Реально, природа, из которой ты сделан, та слава, из которой ты сделан, это есть Эдем внутри тебя, в котором уже есть развлечение. Тебе нет необходимости жрать с древа познания добра и зла. Внутри тебя этого древа просто нет. Его просто нет. Вот это все, что вам надо знать. Халилюя. Поэтому, дорогие друзья, давайте сейчас будем принимать причастие. Олечка, иди к нам. Сегодня эфир такой у нас получился длинный, но это хорошо. Мы сейчас будем принимать причастие. И давайте вспомним, прежде чем принимать причастие, что это древо жизни, да, со всеми функциями различать, со всеми функциями понимать, что делать. Именно различение дает силу предпринять что-то. Когда ты не различаешь, ты и не знаешь. Вы заметили, что когда Ева не умела различать, она не отличила голос змея от голоса отца. она не поняла, что не надо его слушать. Если бы до этого она вкусила с древа жизни, возможно, все бы было по-другому. Вот. И поэтому, дорогие, различайте, различайте, оценивайте. Будьте, апостол апостол Павел, который сказал, я думаю, я имею Духа Святого, поэтому я могу. Другим людям он сказал, неужели нету мудрых и разумных рассудить между братьями, а это предполагает оценку ситуации. То есть, он предполагал, что уже вы, если у вас есть мудрость, вы можете это делать. Просто избегайте вот этого всего. Возьмите на себя могущество этой функции, различайте. и пожалуйста, дорогие, вот это видео обязательно всем надо его показать, чтобы оно было назиданием для каждого. Бери от древа жизни с осознанием о теле. Это твое нетление, это твоя победа, это твое развлечение, это твоя силища. Халлилюя. И принимай это. Хорошо, друзья, я очень прошу вас, чтобы вы писали свои комментарии здесь, а также это видео будет сегодня уже на ютубе. Пишите, что вы думаете на эту тему, задавайте свои вопросы. Также у нас есть чат Небесная цивилизация в Телеграме. Добавляйтесь туда, туда свои вопросы задавайте. На все вопросы я отвечу очень искренне, правдиво, как есть, не буду ничего скрывать. Поэтому мы живем во свете, поэтому пусть всякая тьма бежит, всякая ложь и подальше. Я благодарю вас за то, что вы были с нами. Развлечение это сила. Дух Святой, Животворящий дает зрение на все. И благодарю всех, кто за нас ходатайствует, кто нас поддерживает финансами. Это большое, большое для нас радость и благословение. Пока, родные, до встречи. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова